ПОДЁЁМ Восемь часов тридцать четыре минуты, пятница, восемнадцатая февраля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Анастасия Аножко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, Сергей. Доброе утро всем. Хорошего сегодня, 18 февраля. Завтра 150-летие отмены крепостного права в России. Завтра 19. 19. Всего 150. Понятно? Вчера было крепостное право. Прадеды еще были. Понятно? Вчера еще было крепостное право. Поэтому чего хотите? Значит, слушайте, это отдельная моя любимая тема, но по времени, но по времени поразительная история. Кроме того, что у меня сегодня день рождения, прошу поздравить. Вы знаете, что я каждый месяц праздную? Да, да, да. Слушай, очень смешная вещь, которая касается времени. Государство установит монополию на время. Государство установит монополию на время. Это, кстати, Китай. Секунды, минуты. Центровые, оснеполагающие новости. Да, 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 Слав, привет. Здарова, Сережа. Слав, я звоню из эфира, Слав. Я понял, все. Слав, значит, Радислав Виногродский, китаист и китаевед, и чего хочешь, и одновременно человек, который изучает время в дальневосточных концепциях, вот как видят дальневосточные мудрецы всевозможные врата времени и время. Слав, хочу тебе познакомить с новостью. Да. Российские власти взялись за проблему времени. Вообще. Сейчас Минпромторг, это министерство такое. Да. Занялось следующим. Они хотят, они хотят за хорошие к тому же деньги. Да. Стандартизировать и определить, кто в России имеет право сказать секунда. Вот что такое секунда? Значит, они считают, что это должна быть монополия государства. Только государство русское, российское государство, имеет право объяснить людям, что такое секунда, что такое минута, что такое час. Это очень хорошее намерение такое. Но, как известно, ими устилается дорога в одно место, которое не надо. Да. Дается определение. То есть российское государство имеет право определить, что есть неделя, месяц, год. Ну, это на самом деле очень важное намерение. Очень важное. Дальше смотреть. Единственное, что не оттуда. Юридическая ответственность будет установлена, юридическая ответственность за распространение и использование недостоверной информации о том, что такое секунда, минута и час. Дальше, то есть твои оценки, например, ты говоришь, моя жизнь в мгновение, это твоя оценка, которая может оказаться юридически неправовой, и ты можешь попасть под суд. Здесь похитро, ты знаешь, их можно абсолютно переграть, потому что у них не может быть точных определений. Это прям однозначно и сто процентов, потому что они не имеют представления о том, что такое время вообще. Кто? Ну, я имею в виду все те представители государственной власти, государственного образования, которые попробуют взять на себя эту ответственность. Я тебе объясню как. Они скажут, это такое-то количество вращений атома того-то через того-то, и все. И они тебе скажут, секунда, есть там миллиард вращений со спином полтора частицы номер 85. Так вот, чтобы доказать, что я неправомерно это сделал, покажите мне это визуально, как оно вращается, и все. И они сдались. Значит, вот представь себе, ты будешь жить в мире, где государство определит, что есть миг, мгновение, что есть время, и запретит... Ну, ты же знаешь, когда же нам спел миг между прошлым и будущим. Да. Вечный. Да, слушай, но это для меня это потрясающая и поразительная новость. Скажи, пожалуйста, 150-летие обмена крепостного права завтра будет праздноваться в России. Это миг, секунда, неделя, сколько это? 150-летие это полтора цикла. Миг. Полтора цикла, которые закончатся в 2044 году. Ну, так это миг или это много? Это миг, это, конечно, миг, это всегда миг. Миг. То есть, можно сказать, что мгновение назад мы были крепостными? Конечно, конечно. Каждый миг. Миг это вообще любая единица. Любая единица смена света и тьмы. Миг это же когда мигают. Ой. Да, конечно. Спасибо. Слава, спасибо. Я тебя порадовал сегодня утром. Давай, пока-пока. Очень важный вечерин, спасибо большое. Пока-пока-пока. Слава Виноградский. Слушай, ну, это миг. Да, да, да. Миг это когда мигают. Да, свет и мать чередуются. А можно ли сказать, что миг прошел? Что сейчас опять наступает тьма, а к чему вы клоните, Сергей? Миг прошел со дня отмены крепостного права или нет? Миг. Я надеюсь, что еще нет. А я думаю и уверен, что нет. Потому что крепостное право в России характеризовалось чертами, на которых я чуть позже остановлюсь, которые точно не прошли. Точно ни разу не прошли. Понимаешь? Мы еще не избавились от наследия тяжелого. А мы, может быть, и не должны избавляться? А может быть, это наследие не тяжелое? Ну, давай чуть позже. Договорились? Договорились. Договорились. На минуту расстанемся. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе. Новостей. В 8 часов 40 минут мы продолжаем. Еще вот как метро загорелось. Я сегодня Насте говорю, слушай, в метро загорелся поезд вчера. В московском метро произошло возгорание. На Сокольнической линии. Настя говорит, ну, естественно, они же пластмассовые. Вот с таким убеждением человек живет. Вот эта женщина, эта женщина, эта женщина живет с этим убеждением. Ты как-то обосновываешь свои убеждения? Объясни мне. Сергей. Ты его ковыряла ногтем. Чем ты делала? Я там недавно была. В метре. В отличие от вас, вы там в 83-м, по-моему, последний раз в году были? Вы уже с подзабыли. Нет, у меня нет. Сейчас объясню. У меня была машина на ремонте. Я был в 87-м году в апреле. В 87-м году в апреле. А я была на экскурсию девочку свою, доченьку водила. Так вот, вам доложу, что изнутри вагоны отшиты все пластиком, который очень... Не горит наверняка. Очень быстро воспламеняется, стремительно и очень не горит. А вы с девчоночкой со своей зажигалочкой ходили, что ли? Нет, мы читали правила пользования. Так, а же ты подожгла. Я, а доченька делала вид, что, слушай. Нет, не я. Ты подожгла, не будешь. Взглядом. Долго-долго смотрел. Девись-ка, доча, як воно... Як воно ври. То, чтоб ты знала, пластик. Ну-ка дай зажигалочку. Сейчас проверим, натурально ли это такое, доченька. Если будет пахнуть, то натурально. Слушай, эта фигня горит, понятно? Да. Чтоб ты знала, не надо поджигать ничего. Она горит и горит. Притом она сама горит без твоей зажигалки, понятно? Слушай, милиционер насмерть сбил пешехода в Москве. Сейчас опять я говорю, потому что, ну, амбиции против гравитации. И гравитации всегда побеждают, ты знаешь? Гравитация, о чем говорит закон гравитации? О чем говорит закон гравитации на этой конкретной планете? Так, о чем он говорит? Всякое тело стремится занять положение в центре земли, нет? Да. Ну, я почти то же самое сказала. Падать на землю, это практически... Всякое тело стремится занять положение точно в центре земли. Это интересно. Ну, это в этом законе, конечно. И правда. В каждое тело хочет занять положение в центре земли. Но не каждому телу это удается. Оно натыкается на собственную землю и не может проникнуть прямо в центр. Ну, вот, старший прапорщик милицейский Анатолий Сулковский потерял управление на своей машине, выехал на пешеходную часть дороги и сбил 48-летнего Павла Мыскина. Вот, насмерть, он был гость столицы, он был гость столицы, гость. Погостить приехал, а тут милиция. Ну, вот, значит, ну, да, слушай, еще смешная история про яхты Березовского все обсуждают. А я думаю, что права прокуратура, правы французы, вообще все счастливы в этой ситуации. Ты решишь, что все счастливы? Это может такое быть ощущение всего всеобщего счастья? Бывает такое. Это как под Абаканом сидит этот крендель, сибирский Христос, и у него тоже все счастливы там. Недавно. Серьезно, у меня знакомая туда ездила. Просто субъективно главное, чтобы... А все счастливы, в Березовске, послушайте. Значит, Березовский почему счастлив? Потому что у него нет яхт во Франции. Окей? Да. Я думаю, но я это сейчас догадка, реально не знаю, что нормальные люди никогда не покупают яхты... Ну, в смысле, я это знаю. Что нормальные люди, в принципе, никогда не покупают яхты на свое имя. Конечно, что заблажь. Спросите у Абрамовича. Я думаю, я уверен в этом, что никто никогда не покупает яхты на свое имя. Больше. Я абсолютно убежден в том, что существует традиция, культура и правила одновременно покупать на каждое данное судно, то есть, каждое данное судно принадлежит каждой данной компании. То есть, никогда приличные люди не покупают на одну и ту же компанию несколько судов. Почему? Потому что, если вы ими будете пользоваться, то вас потом уличат. А если это все были разные компании... Нет, нет, никакого стыда нет у судовладельцев. Нет, когда... Проблема в другом. Когда я беседовал с юристами, которые занимаются оформлением яхт, я беседовал с юристами в Гибралтаре, значит, они мне объяснили, что ваша яхта, будучи оформленная на данную компанию гибралтарскую, может быть арестована где-нибудь в порту, хрен знает, например, в Нигерии, понятно, да? Или арабишки арестуют, или еще, в хорошем смысле этого слова. Арабы, то есть, наоборот, арабы. Они возьмут и арестуют. В Марокко арестуют вашу хреновую яхту. Предъявят к ней потом требования на миллион долларов, понятно? И в возмещении этих требований заберут вторую яхту. Понятно. Теперь вывод. Одна компания, одна яхта. Никогда не бывает по-другому. Никто не покупает яхту на свое имя. Второе. Никто не покупает на одну и ту же компанию две яхты. Понятно, да? Да. Значит, ровно одна яхта, одна компания. Точка. Естественно, следует из этого, что эти яхты, арестованные вчера якобы яхтой Березовского, они, как минимум, должны принадлежать кому? Компаниям, которыми управляет юрист, который завтра напишет письмо или сегодня там в французскую полицию, с вопросом скажет, вопросится, а что это вы, моя яхта того-сего? Французы скажут, да, но бенефициары знакомы и Березовского. А он скажет, юрист скажет, ну, а они у нас... Клиенты наши. Они арендуют, я что-то не понял. А эти скажут, а вы предъявите документы, скажет французская полиция. А этот скажет, а вы обратитесь к нашим официальным органам, и мы предъявим документы, вообще никаких проблем нет. Ну, тем больше, их написать можно на компе, примерно, за полчаса, но я думаю, они и писать не будут. Вот. А те обратятся в гибралтарское правительство там, да? Да. Гибралтарское правительство пошлет их на кося-выкусе, потому что это не требуется у компаний гибралтарских, действующих офшорно. Понимаешь, да? За сим наша пропортура... На кося-выкусе торжественно произойдет, произойдет на кося-выкусе, понимаешь, да? После чего? После чего? Потому что не требуются такие бумаги в той юрисдикции. После чего яхта возвращается в святую лону... Торжественно возвращается в матерь... Березовского. Да. Прокуроры возвращаются в Москву. Но получают каждую медаль. Теперь, знаете, все счастливы. Сейчас объясню, почему счастливы французы. Что французы реально ненавидят богатых. Все французы действительно ненавидят богатых. Мой опыт общения, ну, прости. Понимаешь, да? В особенности полицейские, я думаю. Все французы доедину. Каждый дворецкий. Дворецкий Березовского ненавидит Березовского. Дворецкий Абрамовича ненавидит Абрамовича. Понятно? Понимаешь, да? Дворецкий вот этого Ашота, которого сейчас все ищут. Дворецкий, у которого Касьянов отдыхал в Монако или, значит, в Ницце вот недавно. Ашот, 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 Ашот. Ну, Ашот, которого ищут. Ну, и... Дворецкий, его, его ненавидят тоже. То есть любой французский дворецкий, любой французский слуга, любой французский полицейский тебя ненавидит. Это такова нация, понимаешь? Ну, вот. Значит, французские жандармы хэппи, абсолютно счастливы. От того, что они... Прищучили, да. Прищучили богатую сволочь, да еще и из России. Это особенно приятно. Русская генка счастлива, потому что все получат медали. Да. А адвокаты, которые владеют формально яхтами, счастливы, потому что им будет за что выставить счет клиенту. Клиент счастлив, потому что у него нифига ни одной яхты никогда в жизни не было и не будет. И прокуратура там... И прокуратура поглушит накосе, выкусит. Это ситуация, когда все счастливы. Это круговое счастье. Скажи на милость. Ну, вот как прелестно. Слушай еще. Значит, вот этот бог гром мне понравился ужасно. Это смешная тема. Смешная тема. Друзья, сегодня в префектуре ЦАО он пишет вчера вечером, он пишет 20.36. БОР, БОР, подчеркивание, БОР, подчеркивание, G-G-O-M, Г-Г-О-М. Он пишет, я хочу провести пикет одиночный у памятника, который находится неподалеку от храма. На площадке западной стороны храма Христа Спасителя хочу почтить Александра Второго, царя-освободителя, в честь 150-летия отмены крепостного права. Да. Слышишь меня? Да. То есть он, там есть царь-освободитель, Александр Второй. Он хочет подойти к нему с плакатом. Почитают царя-освободителя. Да. Постоять с плакатом. Это вот как, помните? Он обратился. Он обратился. Звать его Георгиевский, ДЛ. Одиночный пикет можно получить. Нет, а он хочет, тем не менее, тем не менее хочет. Хотел, да, уведомить все. Значит, дальше. Он получает ответ. Префектура Центрального Административного Округа города Москвы. Сообщает, что в соответствии с требованием часть 2, часть 1, статьи 12, Федеральный закон о собраниях, митингах, демонстрациях, предлагаем провести необходимое согласование и предоставить письменное благословление на проведение заявленного мероприятия. А благословление, вот сейчас я проверю. Благословление. Это от слова слова, да? Благословить. Благословить. Благословение написано. А, благословение, вот. Да. А у него славление. Благословление. Славить Господа. Да, у него, у Старкова, благословление. Господь посетит его через пикеты. Слышь, такого слова вообще нет, да? Благословение есть, а благословление нет. Ну, в Центральном Административном Округе есть благословление. Понимаешь? Это отдельное, другое слово. Мне Гугл говорит, может быть, вы имели в виду благословение. Больше того, Гугл предлагает благословение на Хануку, например, и так далее. Ребят, значит, для того, чтобы провести... Родительское, конечно, можно получить благословение. Для того, чтобы провести, вблизи, правда, храма, действительно, Христа Спасителя, одиночный пикет благословляющий, ну, в общем, чего это в хорошем смысле, это слово Александра Второго, автоосвободителя, нужно получить благословение... И записку от родителей, я предлагаю. Обязательно. Потому что без этого... Это жесть, жесть, жесть. Жесть. То есть он должен пойти в храм. Он должен пойти в храм, искать благословение. Громко сказать, кто здесь главный. Нет. Ему все будут, возведут глаза. Бабочка главная и Христос, конечно. Даже не Христос, бери выше. Вы что, забирай? Ну, как? Дух с утра. Ну, да, 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 да. Может быть, отец все-таки над ними как-то посидает, нет? Папка-то, Саваоф-то? Саваоф. Саваоф, папка, Элоим? Угу. Ну, не знаю. Слушай, значит, он должен просто сказать, благослови, отче, пав на колене перед первым попавшимся папой. Письменное надо предоставить, Сергей. Ах, ядрическая сила! Ах, ядрическая сила! Он ему, ядрю, все напишет с заглавными буквами. Да? Да. Ой. 8,52 в движении. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Только что приезжий из КБР... Кабардино-Балкария. Да, из Кабардино-Балкарии. На станции Курская. На станции Курская задержан со следами гексогена на руках. Только что приезжий из Кавказа взят по подозрению в том, что он работал со взрывчатыми веществами. Сейчас на станции Курская в метро. Так, поехали, поехали. В движении. 7,8,8,1,7,0. 7,8,8,1,7,0. Алло, здравствуйте. Да. Алло. Здравствуйте. Где вы едете? По Обручево, как всегда, пробка от... Извините, я выключу. Давайте. Стало быть, по Обручево от Калужской до в сторону Ленинского проспекта Затык. Да. А может, по Самору-Машелу объехать? Попросить Нашу обратить внимание на МК, статья Речкалова. Посмотрим, посмотрим. Спасибо. Слушайте, там можно мимо вот здесь вот этого центра вспоможения, там того сего, и потом по Самору-Машелу обкатиться. Разве нельзя объехать? Ну, может быть. Или уж я не говорю про Микул-Хмаклая, можно объехать по Миклухе. Хотя я давно там в это время не ездил. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Алло. Да, где едете, что видите? Здравствуйте. В внутреннем карте от Варшавки до Машаки 20 минут. Ну, это хорошо, а? Да, замечательно. Там до Речи небольшая пробочка, а дальше мы летим. Я понял, понял. Это 70-80, это по-хорошему нормально. Так, 7-8-8-107-0 в движении. Где едете, что видите? Как Москва? Что видите из окон? Алло, здравствуйте. Пробки засады, аварии. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Стою в Обельцово в сторону области, в сторону Москва. Скажите, в сторону области? А почему в сторону области? Не знаю. Вот я не как. У меня полчаса стою, никак не могу ехать от Одинцово. В Одинцово, на этом после мосточка, да? Да, да, да. Странно, спасибо. Странно, что именно и в область тоже нет движения. Спасибо за информацию. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здрасте, как вас зовут? Алло. Здравствуйте. Ау. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Я сама приветливость. Елена, давайте, ну что же, на, давайте. Ага. Ага. Еду в сторону Домодедова. Что там? Нет, относительно свободная. Но пробочка все-таки есть при выезде. Спасибо, Лиан. Хорошего дня вам. Спасибо, Сережа. Какая она классная. Прелесть. Ну скажи, что классная. Ну скажи, что классная. Да, да. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Значит, я еду к Амкаду от Дмитровки до Ленинградки уже полчаса, и Ленинградки еще не видно. А Дмитровку вы проехали, Дмитровку, то есть вы вышли из Дмитровки? Нет, я из области. Ну я имею в виду, там перед Дмитровкой всякий раз пробка. Нет, перед Дмитровкой все чистенько, это где-то там в глубине стоит. Да? Спасибо, спасибо. Значит, от Дмитровки до Ленинградки очень-очень туго. Спасибо за информацию. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Алло, доброе утро. Доброе утро. Юля беспокоит. Да, здрасте. Стою от Волковамки до Ленинградки. От Волковамки до Ленинградки туго внутренний, да? Да. Спасибо большое, хорошего дня вам, Юля. Да, видите, Юля. Елена. Елена. Еще иногда Екатерина, еще Анастасия. О чем это говорит? Прекрасная аудитория. О чем это говорит? Вот о чем это говорит. Потому что она заполоняет. Да, потихонечку мы начинаем все больше общаться с водительницей. Равноправие мужчин и женщин, как Голикова завещала. Ты понимаешь, что ты суфражистка или нет? Я? Не помню. Ты суфражистка. Не, не боже мой. Здесь сексизма больше, чем суфражизма. Сообрази и почему. Потому что они звонят мне. Сережа Пастушок, поиграет. Рай, поиграет. Рай, поиграет, Сережа. Серебренная рожка. Девять часов, четыре минуты, пятница, 18 февраля. Девять часов, четыре минуты, пятница, 18 февраля. Девять часов, четыре минуты, пятница, 18 февраля. Кудрин, 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 Кудрин сыпется на ленту. Кудрин считает неприемлемым сохранение дефицита бюджета в 2% до 2020, до 2020 года, как полагает мэр. Мэр, мэр это организация, Минэкономразвитие, да, совершенно верно. Значит, Кудрин, 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 секундочку. Минхин готов анализировать запрет Толлинга, но видит в нем не только плюсы. Толлинг? Толлинг, это Миша Черной. России нужны тем... Че? Я думала... Нет, ну это черные, братья черные, черные, они сами... Толлинг. Братья черные занимались толлингом. Это когда у всех много денег, все счастливы, но Кудрин, например, с дырявыми карманами. Это называется толлинг. Такой своеобразный троллинг. Да, это Миша Черной, конечно, конечно, да. Ну, Кудрин не считает, что Миша Черной окончательно хороший человек. А еще про ВВП... Почему он про него вспомнил, непонятно. А вот, смотрите, про ВВП, он говорит... Где вы... России нужны темпы... Не говорите сразу, одновременно. России нужны темпы роста экономики на уровне 6-7% в год, заявил Кудрин. Минфин готов анализировать запрет толлинга. Опять толлинг. Слушай, у него Миша Черной где-то глубоко в сердце у Кудрина. Дальше. Дополнительные расходы на оборону с 2012 года составят 1,5% ВВП. Говорит Кудрин. Прямые иностранные упали в 1,5 раза. Инвестиции в РФ упали в 1,5 раза. Вот. А необходимо увеличить годовые темпы роста ВВП до 6-7%. Снова он говорит, пришептывая. Слушай, это может быть... Заговаривание ситуации. Может быть, это камлание? Может, он камлает с бубном где-то? Почему он все время говорит про толлинг? Объясни. Так, еще. Это все мы читали. Значит, расходы, инновационный сценарий, Минэкономразвитие с дефицитом бюджета 2%, ВВП не имеет права на жизнь. Кудрин, Кудрин. Сейчас заклание произойдет. Это... Начал спорить, видите как. Давайте когда с ним противостанем ему. Вы хотите противостать? Ну, я не знаю, почему он против нас, папа. Против толлинга. Против толлинга вообще. Как это? Причем тут? А мы-то что? А? А мы за Толлингу. Я за Набиулину, вы знаете, что она моя протеже, Набиулина? Это, здравствуйте. Здравствуйте. Я много раз говорил. Почему? Потому что она милая. Потому что она милая. Милая. Милая, да. Она милая. Просто милая и точка. А Кудрин тоже милый. А Кудрин черствый человек с неприятным лицом. А Набиулина милая. Если Набиулина сказала, 2% дефицит бюджета до 2020 года, и сие хорошо есть ввиду модернизации, то так тому и быть. В действительности. Противостояние обаянии. Хватит нам диктатура Кудрина, уже надоело, понимаешь? Пора восстать, мне кажется. Критикан. Лучше бы сделать что-нибудь. Всем людям добрая воля. Кстати, ты знаешь, я хотел тебе сказать, что зафиксирован рост доверия Путина Медведеву. Нет, не знала. Это, конечно, все орут, когда на 3% упадет, никто не орет, когда на 4% выросло. А? Давай орать. Выросло? А все в связи с чем, как вы думаете? Левада-центр, который признается самым критичным и наименее встроенным в структуру власти, Левада-центр, Путину доверяют вот так вот просто, немотивированно просто. Потому что я тебе объясню, потому что если спрашивать... Не знаю, скоро. Нет, секундочку. 44%. Нет, если трясти за плечи, трясти за плечи, и говорит, доверяешь Путину, мразь, то будет 70 с лишним. А если вот так сказать, просто человеку сказать, когда он чешет кота просто. Секундочку, ты кому доверяешь? Вот просто так. Ну, вот просто ни с того, ни с сего, понимаешь? Как делает Левада-центр? Так делает Левада-центр. Человек сидит с кошкой и так далее. Левада-центр такой, ну, а вообще доверяешь кому? Он говорит, о, елки, Путину. Вот тогда 44%, понятно, да? Вот. Медведеву 38%. В январе были ниже, когда все кричали, что они упали навсегда. Значит, в январе было 40% у Путина и 35% у Медведева. Это выросло теперь резко доверие. А вы же объясняли, почему хорошо, когда 40%. Значит, сейчас какой-то опять болезненный рост. Еще ничего, 44% еще ничего. Качество работы, качество работы Медведева удовлетворяет 69% россиян. И 73% россиян, сейчас 73% россиян, в данный настоящий момент, довольны деятельностью Путина. Путина, да, и все очень хорошо. А в январе 72% было. Понятно? Вот. Значит, еще, перемен к лучшему не произойдет, считаю, 34%. Да. Да. Понятно тебе? Соответственно, прочитай это подряд. Перемен к лучшему не будет, 34%. Путин клевый и все делает правильно. Лучше враг хорошего надо перевести. Ну, правда. Все хорошо. Ну, правда. И хорошо, что так. Хорошо, что так. Хорошо, хоть так. Вот так, да. Вот так, да. Вот, лишь бы не было войны. Лишь бы не было войны. Лишь бы не было войны. Слушай, давай вот что. Потому что в январе 31% полагал, что будет, может быть, к лучшему. А сейчас только четверть граждан, или 36%. Не пойму. Все, не буду путаться в этих цифрах. Поехали дальше. Значит, давай. Отметим 150-летие все-таки отмены крепостничества, которое завтра? Конечно, такая дата. Дай мне, пожалуйста, значит, я считаю, и я сейчас буду с вами ругаться насмерть, я сейчас считаю, что крепостничество в России было оформленным, оформленным устройством, вернее, оформленным, скажем так, оформленной программой русского патернализма. Вот как. Понятно? Значит, которая полностью соответствовала в известные моменты жизни, ну, там, до 19 века точно полностью, и, наверное, даже до середины 19 века, и даже, наверное, до 21 века полностью правильно описывала отношения элит, правящих элит в том числе, да, правящих там финансовых элит, церковных элит и всех остальных элит. Со своим добрым народом. Понятно, да? В целом, да. Да. То есть, это не было иго, чтобы было понятно. Вот здесь я готов спорить уже... Каковым его представляли революционеры? Абсолютно неправо, да, именно. Это не было игом. Это, во-первых, нечастые, не сплошь повально случаи издевательств над крестьянами, известная салтычиха и так далее. Это не повальные, но частые случаи дефлорации молодых крестьянок, которые входили в планы крестьянок в том числе. Значит, ну, то, что касалось дворни, то повальная дефлорация, а, соответственно, так сказать, там, тружениц села, от которых пахнет навозом, то и выборочная. Это входило в планы, в планы, собственно, от тружениц села. Барин потом выдавал замуж, там, за Антипку. За Антипку пойдешь, стерпь, ну вот, и так далее. То есть, это входило в планы, это описывало, собственно, их жизнь феодальную. Это описывает феодальный патернализм, который характеризует русское общество и сегодня. Поэтому нам пофиг, что 150 лет назад отменили. Мы намерены требовать крепостничества, возврата крепостничества. Слушай, давай требовать возврата крепостничества. Сергей, я бы с радостью, но я не, я это, и с того, и с крестьян, Сергей, я не хочу туда-обратно. Как говорила моя бабушка, хвосты. Нет, ты уже все, ты уже разночинка, ты уже вышла. Ну, понятно, да. Ты уже вышла в горожанке, ты уже все, ты уже можешь, если тебя попрут отовсюду, ты уже можешь стать кружевницей какой-нибудь, белошвейкой, понимаешь, что? Учительницей. Учительницей, конечно, итальянский преподаватель. Конечно, 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 все, все, ты уже разночинка. Ты уже скорее... Понимаете, я маргинализуюсь в этом консерте. Что? Ты маргинализуешься, безусловно, но ты и сейчас маргинальна. Ты все равно относишься к сословию разночинцев, скубентов, сицилистов, жидов и армян. Понятно, да? Это сословие. Совершенно невольно, да. Невольно ты там, невольно ты там, потому что ты разночинка. Да. Понятно, да? Есть такое, да. Все, это, простите. Все, приехали. Значит, дальше. Давай вернем крепостное право. Потому что крепостное право означает и заботу. Отеческую, можно сказать, заботу о крестьянине. Смотри, что пишет Гоголь своему другу-помещику в выбранных местах. Ой, мы должны разлучиться на минуту. Так, вот что. Голосование. Возвращаем крепостное право. Товарищи. У нас А-046 МР выехал по встречке на Таганскую площадь без маяков и звука. Аплодисменты. На приеме у Папы Римского... Секундочку. В России отмена крепостная... У вас есть крепостные? Нет, у меня нет крепостных. Так, секундочку. А где было по движению? Эй, все про Толлинг. Набиулина А-007 МР. Ленинградка сегодня... Вот, по движению. Ленинградка сегодня страшная. Центр, как минимум, от Амкада до Войковской проблемы. В область на мосту перед водным авария. Правый ряд. И далее до Химок-пробка. Пишет папа Костя. Почти никто не пишет по движению. Садовое кольцо. Едет на велосипеде мужчина лет 65 в летней куртке. Пишет Серж. Такое наблюдение. Уже жарко, конечно. Да, слушай меня. Значит, я хотел вернуть крепостное право. Точнее, кто хотел бы вернуть крепостное право? Давайте так. 916-55-81. Как честное оформление наших отношений с властями. Честное оформление. Потому что в крепостном праве власти нас не могут бросить. Вот это сиротство, русское сиротство. Власти нас отпустили на свободу. И мы испытываем чувство сиротства. Потому что мы лишились по существу отца. Восстановить ответственный патернализм крепостного права. Восстановить ответственность власти перед народом. 916-55-81. Да. Не восстанавливать. Продолжить страшное русское сиротство. Полупьяное русское сиротство. Когда мы брошены властью. Барин нас не порит. И все такое. Ни назиданий никаких. Вообще полное скотство. 916-55-82. Через минуту скажу вам результат. Подъем. Сергеем Даренко. Найросен. 788-107-0. Восстанавливаем крепостное право. Вот ваше голосование. Пожалуйста. 68 процентов. 68,0. Полагают, что следует восстановить крепостное право на Руси. 68. Конечно, мамочка. Нас выгнали. Барри выгнали нас. На мороз. Пошли в жопу. А мы говорим. А можно мы? На мороз, да. Это сиротство русское. Отмена крепостного права. Есть сиротство русское. Русское. Сиротство русской жизни. Понимаешь? Вот что говорит Гоголь. Своему другу помещику. Собери прежде всего мужиков. И объясни им, что такое ты. И что такое они. Что помещик ты над ними не потому, чтобы тебе хотелось повелевать и быть помещиком. Но потому, что ты уже есть помещик. Что ты родился помещиком. Что взыщет с тебя Бог. Если бы ты променял это звание на другое. Потому, что всяк должен служить Богу на своем месте, а не на чужом. Ровно как и они, родясь под властью, должны покоряться той самой власти, под которой родились. Потому, что нет власти, которая бы не была от Бога. И покажи им тут же это в Евангелии, чтобы они все это видели до единого. Потом скажи им, что заставляешь их трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были бы тебе деньги на твои удовольствия. И в доказательство тут же сожги ты перед ними ассигнации, чтобы они видели действительно, что деньги тебе нуль. Но что потому ты заставляешь их трудиться, что Богом поведено человеку трудом и потом снискивать себе хлеб. И прочти им тут же это в Святом Писании, чтобы они это видели. Скажи им всю правду, что с тебя взыщет Бог до последнего негодяя в селе. И что по этому самому ты еще больше будешь смотреть за тем, чтобы они работали честно. Не только тебе, но и себе самим. Ибо знаешь, да и они знают, что заленившись, мужик на все способен. Сделается и вор, и пьяница погубит свою душу. Да и тебя поставит в ответ перед Богом. И все, что им не скажешь, подкрепит тут же словами Святого Писания. Покажи им пальцем и самые буквы, которыми это написано. Заставь каждого перед этим креститься, ударить поклон и поцеловать самую книгу, в которой это написано. Целовать Библию с коты. Понятно? Гугли, дар убеждения не хуже вашего. Я почти поверила, абсолютно. Гуголь прелесен. И все, не пить, работать, целовать Библию. Точка. Он о них заботится, как папонька, папонька. Он заботится папонькой. Понимаешь? За них, за скотов. За них, за скотов, перед Богом. Вот что есть ответственность. Да. Ответственность истинная. А сейчас что? В Милан за покупками, яхты, в Ницце. Это что? Это где ответственность перед Богом за быдло, за скот? Нет никакой ответственности? Распоясались. Понимаешь, нет? Мы забыли святое описание. Барри, 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 распоясались. Мы сироты, мы брошены. Мы 150 лет без отцовщины вот такой вот дикости абсолютной. Понимаешь? А дичиане 150 лет подряд. Мы движемся уже в правильное направление. Какое-то время, если помнишь, Сталин все-таки до какой-то степени компенсировал отсутствие отцовства. Сталин и Иосиф Виссарионович. Да, с радостью был принят. Папонька, да. Он каким-то образом компенсировал отсутствие отцовства. Но со смерти Сталина мы опять сироты. Абсолютно. Понимаешь? Андрей спрашивает. А где дворян взять? Андрея вы не понимаете. Дворяне это от Бога. Дворяне есть. Дворяне от Бога. Они рождены дворянами. Нарусова вон дворянка, пожалуйста. Вот я сейчас вижу фотографию в газете просто. Нарусова дворянка, пожалуйста. Ну и так далее. А что вы говорите? Значит, мне кажется, что это позиционно. То есть вам говорят, что вы дворянин. У вас сразу расплечи пошли назад. Сразу поясница пошла вперед. Сразу грудь вперед. Святое писание под мышкой. Святое писание под мышкой. Пошел и пошел и пошел. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Добрый день. Меня зовут Дмитрий. Я единственное подтверждение ваших слов. Хотел порекомендовать прочитать утропомещика Льва Николаевича Толстого. Тоже хорошо. Там, так сказать, наиболее... Тоже хорошо. Но скажите, в целом... И по поводу русского народа... В целом, скажите, в целом, в целом, сиротство русское пора прекращать и восстанавливать крепостное право. Да, я думаю, что русский человек, он как сирота, он мается, ищет, что-то там пьет. Не знает, не может определиться с работой. Бездельный, ищет, а ему нужен наставник. Да, да, да. Вот Пушкин, послушайте Пушкина. Ах ти, ах ти, Егоровна, сказал дьячок. Да как у Григорьева-то язык повернулся. Я скорее соглашусь, кажется, лаять на владыку, чем косо взглянуть на Кирилла Петровича. Как увидишь у этого барина, как увидишь его страх и трепет, и краплет пот, а спина-то сама так и гнется. Так и гнется. Это Дубровский у Пушкина. Ну вот, понимаете? Да, приятно. Да, спасибо, спасибо. Конечно, сиротство русское пора прекращать, восстанавливать крепостное право. Все, нафиг. Хватит. Вот у меня есть одна, так сказать, изысканная особа, которая звонит. Алло, здравствуйте, Марина. Алло. Марина, здравствуйте, как вы поживаете? Да, здравствуйте. Короткая реплика. Ну, слушай, я могу сказать одно, что крепостное право нужно, наверное, вам. Да, да, нет. И вашим вот этим радиостанцам. Все понятно. Это Марина, а Марина, ну, она у нас, то есть мы ее, она с пометочкой такая, с пометочкой. Марина, с пометочкой, Дуся. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Алло. Да, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Ольга, я из Москвы. Да. Я учитель, проработала 35 лет. И совершенно не считаю, что нам нужно крепостное право. Почему? Однако, подавляющее большинство народов, вот, в любой стране, это, естественно, нуждается в защите государства. Прежде всего, женщины, дети. А в нашей стране это самая незащищенная категория населения. Если брать в учет количества разведенных, одиноких и так далее. Вы предлагаете женщин сделать крепостные? То есть, Марина, там столько унизительно. Ну, это все понятно, что вы говорили с иронией. Но я считаю, что все-таки государство совершенно не выполняет сегодня свои функции. Скажите, пожалуйста, так вот Настя спрашивает, защищать женщин-то все-таки только женщин сделать крепостными? Нет, ну, подождите, нет. Мужчины сейчас тоже незащищены. Их опустили ниже плинтуса. Поэтому они сейчас не могут семью даже защитить. Большинство, я имею в виду нормальных мужчин. Ни воров, ни жуликов, ни вот этих сволочей. Скажите, а кто нормальный мужчина может помешать развиваться? Это ученые, это учителя, это врачи, это в основном бюджетники, которые как раз сейчас находятся в самом таком неуязвимом положении. Это инженера наши все, которые нужны, в принципе, всегда государству. Но они сейчас брошены. И в том числе мужчины, которые не могут семью нормально содержать. Потому что если жена рожает, уже он своими 20 тысячами даже троих не может обслужить. Если бы мужчины объединились в гражданское общество, начали бы отстаивать свои права, то все было бы... Мужчины, русские мужчины, не могут создать гражданское общество. В силу того, что русская жизнь есть патерналистская жизнь, и отец либо хороший, патер, ностром... Ну да. Либо плохой, но это не обсуждается. Патер, ностром, ижиеси, и на небесе... Знаешь, что такое болитва? Ну вот, слушай, значит, либо отец хороший, либо плохой, но это запрещено обсуждать совершенно правильнее. Да, 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 да. Ты знаешь вот это? Это очень наш? Нет, это не очень наш. Это кредо, кредо, кредо. Кредо, но это не очень наш. Ну, а аналог? Почему нет? Патер, ностром начинается этот самый... Да, да, естественно, да. Да. Слушай, подождите. Ну, кредо более... Внимание, вернемся, вернемся. Значит, отец хороший, и это разрешено обсуждать. Либо отец плохой, и это запрещено обсуждать. Да. Русская жизнь всегда строится на этом монументальном паттерне. Всегда, всегда. Кроме всякой дряни отщепенцев. Кроме всякой дряни отщепенцев маргиналов и завистников, понимаешь? Окей, ну, то что слушательница сказала, что отец плохой? Не так ли? Кто сказала? Ну, слушательница, она... Нет, она не сказала, что плохой. Она сказала, нет, она не имеет права так говорить. Она сказала, что недостает заботы отеческой. Недостает заботы отеческой. Отец слишком занят. И ему не достает, даст чуточку заботы ослабленным мужчинам и женщинам. Вот что она сказала. Она сказала нормально в патерналистском духе. Она как раз не критикует отца. Отца критикует либо завистники, которые хотят съесть на его место. Типа вашего кудлатого Немцова. Типа... И всякие маргиналы. Понимаете? Отца не может критиковать нормальный человек. Нормальный человек только может сказать, что отче, обрати же отче свои на нас, малых, сих, сирых и убогих ублюдков. Понимаешь? Вот что может сказать нормальный человек. Это правда. Ёлки, надо вернуть крепостничество, и тогда всё встанет на свои места. Тогда у бар появится обязанность за нами. Эй! Алло! Время. Обзор печати. Поехали. Подъём. Обзор печати. Настя, давай. Анастасия Ножко. Обзор печати. Да, ну вот нам тут слушатель напоминал про статью Ремчукова в МК. Я с неё тогда, пожалуй, и начну. Называется «Салам, братва». Там такая история, знаете, анекдот был такой про какого-то короля, который посетил то ли Бастилию, то ли какую-то тюрьму, и там все-все-все ему рассказали, что они сидят ни за что, и только один признался в том, что сидит действительно за какое-то там воровство, на что король повелевал одного-единственного вора отпустить, чтобы он не растлил случайно вот этих благородных людей, которые собрались в тюрьме. Примерно такая же история вот произошла в Чечне. В начале февраля Рамзан Кадыров посетил исправительную колонию номер 2 в посёлке Чернокозово на Урского района республики. Там он побеседовал с осуждёнными, пишет Ремчуков, и с изумлением узнал, что все они сидят ни за что. 8 февраля собрал Кадыров по итогам поездки расширенное заседание. В общем, повелевал там кое-кого отпустить, там около 30 человек досрочно, пересмотреть приговор и так далее, и так далее. В общем, установил, в общем, своё маленькое такое правило. Например, он одного привёл заключённого, рассказ о том, что его посадили на 17 лет только за то, что он рядом с убийством постоял, просто был свидетелем, его вот посадили. На что Рамзан Кадыров сказал, что был бы он на месте этого заключённого, так нашёл бы способ забежать из колонии, раздобыть оружие и убить судью, который сделал такой приговор. Это зарисовка из сегодняшнего московского комсомольца. Смотрите там. Значит, дальше про лифтовое хозяйство хотелось сказать. Помните историю, которую наш главный редактор накануне рассказал? В пресс-службу Москвы приглашали на работу человека в начале 90-х, и говорили, ну, зарплата такая-то, не очень большая. Он говорит, не могу падать по зарплате. Ему говорят, ну что вы, у вас ещё будет лифтовое хозяйство. И вот вам новости о лифтовом хозяйстве. Старым лифтом продлят срок эксплуатации. Андрей Коц написал в «Известиях». Архаичные лифты в каркасно-преставных шахтах, вопреки прежним планам, останутся в московских жилых домах, а выработавшим ресурс подъёмникам, которые не успевают заменить новыми, просто продлят срок эксплуатации. Вот так всё просто. Дмитрий Медведев встретился с папой римским Бенедиктом XVI. Об этом во всех газетах, конечно же, написано. Бензину велели дешеветь быстрее. Как он ему говорил, интересно. Он сказал «папа». «Папа?» Вот как он говорил, ты встречаешься с папой, ты ему как говоришь? Ну, не знаю, тут надо обращать на пресвященство и что-то такое. Ну, я не знаю, как это слово должно быть. А нельзя говорить папа ему? Вот я встречу Бенедикта. «Папа, здравствуйте, папа». А как говорите? «Пап, привет». Ну, как обычно вы говорите в таких случаях. Я в серьёзном растерянности. Ну, есть, есть. А как Бенедикт Медведева? Ваше величество. Ваше величество лучше всего. Ваше величество. 9 часов 30 минут. Новости на Росоу. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъём. Подъём с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Тема русского сиротства, между прочим, набирает обороты. Серьёзно, потому что очень много. Огромный отклик наших слушателей. Огромный отклик аудитории. Сиротности, конечно, опасались. Дойдём до Батуриной. Дойдём до Батуриной потихонечку. Дойдём. Подожди. Ну, я должен прочитать сообщение. Плюс 7 925 111 107 0. Плюс 7 925 111 107 0. Это наш номер для СМС. И ещё русновости.ру с сайта. Люди пишут, пишут, пишут. Вот. И чё ещё? Ну, всё, вот, да. Всякие там жжи и прочее, не будем сейчас... Нет. Да, не будем сейчас рекламировать. Так вот, давайте-ка я прочитаю. Плюс 7 925 111 107 0. Поражение в Крымской войне показало несостоятельность крепостного права. Знаете ли, простите, но тогда я хотел бы вас спросить о выигрыше войне 1812 года. Показала состоятельность крепостного права? Понимаете, это не очевидно. Это не очевидно. Давайте вот что. Цинготные гарнизоны. Послушайте меня. Торле описывает цинготные гарнизоны. Русские цинготные войска. Больные цинготные полу-полу-полуинвалиды, которые шли в бой. Но такие же они были всегда. То есть русские войска всегда были цинготные, понимаешь? Да, я предлагаю компромисс. Всегда в картонных подмётках на кирзачах шли в бой. Но когда-то побеждали, когда-то нет, по-разному. Потом были регионы в России и оставались совершенно без... Вне крепостного права. Мы же помним весь север русский. Внимание, внимание, который тоже... Нет, не про... Значит, послушайте. Дон и Хопёр, и Воронежская область довольно долго, и это надо сказать гордым потомкам казаков, довольно долго были господскими крестьянами, которые принадлежали царю. Бежавшие? Нет, царские крестьяне. А север? Царские крестьяне. На севере не было? В меньшей... Север принадлежал удавке, потому что там очень модно были самоубийства и до сих пор. И белые горячки. То есть север скорее был зоной удавки и белой горячки. А юг, например, населялся царёвыми крестьянами. Царёвыми крестьянами. Понятно. Да, беглые бежали тоже. Это правда. Не будем спорить с этим, пожалуйста, нет проблем. Но как только они прибегали туда, они устанавливали там в высшей степени патерналистские обычаи и создавали в высшей степени патерналистские кланы. Им помещик был не нужен. Они сами воспроизводили рабство внутри каждого клана. Понятно, да? Всё. Давайте, не надо. Значит, ещё. А ещё тоже про Папу Римского очень много. На приёме у Папы супруга президента была в флоточке. Вот люди отмечают. 48-й, например. Со свечкой в руках. Не знаю. Так, теперь секундочку. Выстреминус 30. Открыт приём крепостных. Вот так. Папа, ваше святечество. Папа, ваше святечество. Вот так, мне кажется, да. А как Кирилл относится к встрече Бенедикта и Михаила? Какого Михаила? Михаила Дмитрия. Дмитрия Михайловича вы имеете в виду? Нет, Дмитрия Анатольевича. Кого? Не знаю. А кто там Михаил-то? Кто из них Михаил? Архангель. А, может быть, Архангель. Слушай, значит, это как Кирилл может относиться, если Кирилл был посланцем всё время Алексия, который ездил к папе. Вы что, не помните? Кирилл к папе ездил неоднократно, насколько я припоминаю. Кирилл хорошо знает папу и прошлого, и нынешнего, и пожалуйста. Всё. Потому что Кирилл, собственно, занимался международными делами Алексия. Может быть, вы забыли. Или просто вы думаете, Кирилл снизошёл прямо с облака, что ли, откуда-то? Нет, нет, это не так. Ну, так вот. Секундочку. Правильное обращение к папе. Пап, привет, дай денег. Современные бары такие же быдла. Они поднялись из быдла и быдлом остались. Не согласен, потому что положение для нобле соближе. Положение обязывает. Это если им сказать, что с сегодняшнего дня они баре, и, например, там, Ксюша, например, Собчак отвечает за пять тысяч душ крепостных, так она будет отвечать серьёзно. И пойдёт в больничку. И будет отвечать. Да. А что же её мама-то не отвечала? Будет ли она дефорировать юношу, мы не знаем, но... Нет, пойми, человек должен понимать, что, да, это его личные люди, личные ему принадлежащие. Вы скажете, Ксюшенька, у вас пять тысяч душ крепостных, пожалуйста. Вот, я знаю. Или целый город ей дать, какой-нибудь, я не знаю, Раменская какая-нибудь. Ну, пожалуйста, это ваш городочек, так сказать, вот больничка у вас, тут трубы прохудились. Сергей, а чем отличается нынешняя структура власти от того, что вы предлагаете... Мать, они формально не зависят, нет. А у них нет ответственности перед Богом и царём. Нет ответственности. В этом отличие. То есть они тоже сейчас в баре, а мы тоже по-прежнему крепостные, но формальности нет в этих отношениях. Мы неформализованные крепостные. Ввиду неформализованности же, по отношению к нам можно себя вести как хочешь. Хочешь, заботишься, а не хочешь, не заботишься. Когда заботишься, говоришь, я вот вам отец родной. Когда не заботишься, говоришь, у вас демократия, иди сдохни. Иди сдохни, у вас демократия. Всё. И это есть безответственность, демократия, понимаешь? Я тебе больше скажу. Когда я учился в университете дружбы народов, у нас учился один парень из Уганды. Уганды. Знаешь Уганду? Уганду знаю, конечно. Да, озеро Виктория. Кто не знает Уганду? Да, все знают, конечно. Озеро Виктория, там Кампала, если я не ошибаюсь, в столице. Ну, что это такое? Вот. Слушай, и парень из Уганды. И он, значит, слушал на уроке истории в университете дружбы народов про отмену крепостного права. Так. И надо было видеть, какое его очень выразительное лицо. Он такой вот... Большие глаза. Огромные глаза, черный-черный такой вытянутый лист. И он, значит, вдруг в какой-то момент преисполнился ужас. Он очень искренний мальчик был. И он говорит, а чему они радовались? Потому что преподаватель сказал, что это вызвало ликование в массах. Да, да. Препостное право. Во-первых, оно не могло вызвать никакого ликования, потому что вы знаете, что выкупали люди собственную землю по русским правилам. Свобода была дана издевательски. То есть, потом 40 лет выкупали собственную землю. Знаете, да, об этом? Это так все как сейчас. Ну, собственно, до революции. Выкупали, и потом революция сразу случилась. Вот. Значит, там же самые издевательские были условия освобождения. То есть, ты идешь нафиг, и вдобавок все, что... Идешь нафиг, обремененный миллионом долгов, а еще ты временно обязан и обязан работать на барщине, и там еще много чего, и ты скотина сразу, но еще вдобавок всем должен. Понятно? Да. Вот. В этом заключалось освобождение Александра Второго. Ну, так слушай. И вдруг этот малый африканец из Кампавы, он такой, а чему же они радовались, их же бросили, он сказал вот это слово. Как глубоко он смотрел. Понимаешь? А что ответил преподаватель? Преподаватель сказал, что вы, это же назвал царство свободы. Он говорит, их бросили, сказал африканец. Понятно, да? Вот в чем суть. В этом суть, которую африканец понял прежде, всей этой чертовой либеральной тусовки, которой вы тоже, кажется, принадлежать намеренно. Понимаете? Их бросили. Они сироты. Вот так. Русское сиротство достаточно описано. Мы меняем тему. 9 часов 41 минута. Хотел сказать, что к русскому сиротству еще одна нота страшная, трагическая привезла. Знаешь, что Гришковец уходит из ЖЖ уже двое суток. Нет, это описывает русское сиротство, я хочу сказать. Значит, Барри бросили нас, всем пофиг. И Гришковец уходит. Ксюша Собчак не отвечает за Раменское, ей плевать абсолютно. Да? Да. Значит, это самое... Гришковец больше не будет писать в ЖЖ. А где он будет писать? Мать. Все. Сиротство должно быть полным и окончательным. Без Гришковца горе не было бы таким полным. Но теперь, теперь я весь в рыдая продаю, ровно минуту, потом вернусь. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. 9.43, если позволите, чуточку про коррупцию и чуточку про следствие, всякие такие вещи. Значит, Навальный угрожает генералу сегодня. И заодно и губернатору. Он в Ебурге был. И он в Ебурге, значит, Мишарина изобличил. Потому что Мишарин хороший, и он вообще хороший. И лицо у него... Ты знаешь, на него это лицо? Я тебя проще прошу. Что ты думаешь об этом мужчине? Он вполне мог бы быть учителем физики в моей школе. Да? Да, такой вообще как... А почему у него такая улыбка, которая знает про тебя что-то? Вот у меня... Когда он на меня смотрит... Он на это что-то знал про фотографа, который фотографировал. Да? Поэтому такая получилась улыбка, да. То есть он знал про фотографа. У него лицо такое, типа, ну-ну, ага, но я про тебя кое-что знаю. И ты сразу начинаешь про себя что-то плохое вспоминать, и не можешь ничего вспомнить. Что тебя... Ой, извините, что у вас по физике было не выполнено наше задание в первую очередь. Нет, все было выполнено. Я не знаю, почему-то у меня вот такая осуждающая у него улыбка, как будто он что-то про меня знает. Ничего не могу вспомнить плохого. Ты что же Навальный теперь? Дальше. У него есть дочка очень милая женщина. Посмотри, пожалуйста. Вот эта девочка совсем хорошая. Настенька. Да. Настенька. Да. Она умничка какая. Она, значит, соучредитель компании Аргус. Совершенно солнечный человек. В который она внесла 125 миллионов рублей. Вот. В 18 лет. Прямо в 18 лет сделалась соучредителем компании Аргус. Внесла туда 125 миллионов рублей. Вот. И начала строить фанерный комбинат, который все время обеспечен, конечно, заказами. Товарищи. Вот. Она еще получает бюджетные субсидии, эта компания. Госгарантии. Рожайте больше детей. Деньги на строительство ТЭЦ. Больше детей. Потому что... То есть она абсолютно жесть, 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 жесть. То есть она умничка. Еще умничка. Ну, Настенька-то умничка. Она с 18 лет внесла. Еще. Она еще делает... Она еще в Автопульсе. Она еще в Металлопроме. Ну, учредитель. Учредитель компании. Серьезный? Она еще... Да, абсолютно серьезный бизнесмен. Она еще учредила компанию Нортон. Это все в Екатеринбурге. Еще Петра Макс компанию учредила. Как если бы этого было мало, она учредила компанию Комтексов в Перми. Она также учредила компанию ПКФ, Стратегия Плюс в Челябинске. И не может остановиться. Еще, наверное, что-то учредила. Нет, Гамбринус она учредила еще в Екатеринбурге. Вентр в Екатеринбурге. Аргус Лес в Екатеринбурге. Аргус Холдинг в Москве. Как нифиг делать, понятно? Аргус ООО ЧОП в Свердловской области. ЧОП это чтобы хлопцы. Гридни, гридни. Чтобы за меня ходили гридни. Гридни такие. Суровые, неприступные. С мускулистыми попками. Нет, нет, я фиолетовых негров себе представила. А почему я только что сказал с мускулистыми попками? Я тоже представил себе негров. Да? Да. Не сговариваясь. Конечно. Хотите, чтобы лилок-лилок. Она еще руководит, слушай, это сейчас дочка губернатора. Я говорю, потому что она талантливая человек. Она руководит, руководит, руководящие должности занимает. СК-200 Азбест какой-то, что-то, Трест-Сибирь. А сейчас есть сколько лет? Техпромстрой в Екатеринбурге. Вентр в Екатеринбурге. Гамбринус в Екатеринбурге. Урал-Снабкомплект. Она, наверное, сейчас седает уже, Сергей. Нет. Она совершенно, она дышит прямо. Дышит столько нервов. Дышит счастьем. Мола Ярославец, она руководит, там тоже руководит, там тоже. Стратегия Плюс в Челябинске руководит, как мне фиг делать. Новотрейд в Екатеринбурге. Бизнес-партнер в Екатеринбурге. Урал-Строй в Тюмени. Она еще... А вы все скроллите и скроллите, я смотрю, список-то. Да, 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 конечно. Я скроллю и скроллю. Причем, смотрите, двумя пальцами пишет. Я вижу. Мак, мак. Бизнес-содействие, она руководит. Комтекс в Перми. Нортон в Екатеринбурге, Металлопром в Екатеринбурге, Автоплюс в Екатеринбурге, Петромакс в Екатеринбурге, фирма Фармасип в Екатеринбурге, Коминвест в Екатеринбурге. И это не все. Я читал те названия, которые легко прочитать. Понимаешь? Потому что я какие-то какие-то такие... не могу читать. И она во многих бизнесах партнерствует с женой у генерала-лейтенанта Сергея Суровкина, который замкомандующего войсками Центрального военного округа. Вот типа армия, я говорю, сейчас, потому что плачутся офицеры. Да, да, недовольные. А зря плачутся, нарочно нас хотят разжалобить. А ничего, нефиг жалобить, когда он генерал-лейтенант Сергей Суровкин, у него есть жена. Тоже хорошее, хорошее, что это за цвет волос? Ой, какая жена у него. Ничего себе, это пластика или не пластика, вы думаете, скулы с губами? Ну, хорошо. Волосы-то точно нарощенные, но неважно, красивая, нормальная, как это сказать, современная женщина. Нормальная пластилиновая женщина, но она пластилиновая, в известной степени. Там очень много всего искусственного, волосы неестественного цвета. Неестественно красивая женщина, это точно описание. Ну вот, и так далее, понимаешь? Навальный с ними борется, я говорю. Чего взялся бороться? Я что-то, я беспокоиться за Навального начинаю, Сергей. Почему? После список внушительный слишком. Компании? Девочки, да, 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 сколько ей сейчас? Лет. Было 18 когда-то. Сейчас 19. Я не знаю, милое дитя быстрее. Высотка, взрослый. Слушай, арестовали милиционеров, которые вот крошевали этот самый казино в Подмосковье. Арестовали? Да, арестовали. Но меня удивляет и изумляет другое. Милиционеров арестовали, а прокуроров нет. Я не слышу об арестах прокуроров. А как мы знаем, собственно, бизнес это был прокурорский, скорее, из тех... Демоны были, мы это не отрицаем, но они самоликвидировались. Абсолютно верно. Ты понимаешь, ну смотри. Там вели дело, насколько я понимаю, собственно, нелегальный горный бизнес прилежал к прокуратуре. То есть в этом смысле, я так понял из разрозненных сообщений. Что прокурор Московской области, замген прокурора, вот как-то вот эти... А это все журналюги же пишут, Сергей, вы критически относитесь, они не знают, да, настоящая правда. Смотри, смотри, настоящая правда скрыта, мыслеизреченная из ложь. Так вот, слушай, ментов-то прибрали, а прокурорских-то не прибирают. Вот здесь вопрос. Может, тогда неправду писали журналисты, прокурорские, наоборот, хорошие. Да, еще. С сегодняшнего дня запрашивайте получать в банках, это так, на всякий случай, если у вас есть деньги в банках, информацию о счетах компаний и граждан смогут налоговики, таможенники и валютные контролеры. Раньше для этого требовалось решение суда, теперь не нужно. До этого банки могли ответить отказом на запрос контролирующих органов, а теперь, теперь они не могут ответить отказом. Вот так. Так, они смогут без лишней волокиты, Росфинадзор, таможенная налоговая служба, смогут без лишней волокиты, во избежание злоупотреблений, мгновенно обратиться. Хочу знать о счетах гражданина Н. Нельзя. Надо конкретно сказать, что вот конкретно о ножку хочу. Да. Нет, подожди. Ну да, все правильно, вы таможенник, вы налоговик, вы приходите. Запросите, нет, внимание, какое осложнение им сделали, чтобы они не могли всей правды про вас узнать. Знаете, какое осложнение? Они должны сообщить о предполагаемом нарушении. А, думаю, ножка пришла дорогу в неположенном месте и... В связи с этим прошу выдать ее банковские тайны. А можно нам, Игорь Строицкий, анекдот, по-моему, смешной. Давай, давай. Некто олигархам говорит, вы же всю Россию разворовали, о людях вы подумали. После долгой паузы, Абрамович, я думаю, по 200 душ можно было бы взять. Да, хорошо, о людях вы подумали в смысле раздела. 9.51, звоним на биржу. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. Лев Быстров, аналитик фондовой биржи РТС, на связи с нами. Лев, здравствуйте. Доброе утро. Я смотрел, вам сегодня читал, в разнобой пошла нефть, то есть в Америке дешевеет, в Лондоне дорожает, что-то такое драматическое происходит, нет? Ну, действительно, может быть, перед каким-то довольно таким резким шагом рынок замирает или просто ищет, ищет, нащупывая, так сказать, путь. В целом, учитывая то, что вчера день, в принципе, закрыли в нулях, если брать снижение днем, рост вечером, то фактически без изменения рынок остался. Но сегодня есть уже варианты развития событий, которые звучат, что если мы пройдем определенный уровень, то может, в принципе, вылиться в такую нормальную пятничную коррекцию. То, а, подождите, подождите, то есть если вы пробьете вниз, я думал, вы вверх хотите? Нет, вверх, скорее всего, попытки мы увидим с утра, потому что у нас все-таки в вечерней сессии довольно сильное движение. Было относительно дневного снижения, предстоит брать Газпром до 1%, фактически. И, в целом, мы на срочном рынке тоже довольно уверенно взросли и фьючерсы на индексы. Но все-таки и пятница, и плюс снижение сейчас на азиатских рынках мы видим. Но, соответственно, даже не поможет, наверное, и высокая цена на нефть. Я смотрю, это самое вот из тех бумаг, за которыми я слежу. Ну, Orbital Sciences Corporation, то есть это американское, в основном, армейское подразделение спутниковое. 8% роста за ночь. Пу-пу-пу. Прямо вот это что значит? Торжествует наука или торжествует военщина? Что торжествует? Нет, это, скорее всего, торжествует диверсификацией. Все-таки, все чаще, на самом деле, звучат такие заявления, что телекомы, вообще высокие технологии, становятся гораздо более интересным сектором и динамичным, нежели уже привычные всем крупные производители. Я с ноября там. Я с ноября там. Я там с ноября. По секрету. Да, да, да. Слушайте, 1,3603 доллар-евро я видел, вот, и то есть он, то есть доллар подупал, 1,3604 в этой секунде, по сравнению со вчерашним, там он был у нас на 1,35, где-то 60, если я правильно помню. Видите, чуточку упал доллар. Спасибо, Лев, хорошего дня вам. Вам тоже. До свидания, до свидания. Это был Лев Быстрова, аналитик фонда Биржи РТС. В движении. Подъем. Русская служба новостей. В движении. В движении, в движении, 7, 8, 8, 107 и 0. 7, 8, 8, 107 и 0. Чуть у меня перестали поступать сообщения о движении. В любом случае, я попробую это перезагрузить, всю эту историю. Хорошо, давайте, давайте принимать звонки. Пробки, засады, аварии. Пробки, засады, аварии. Что интересного? На дорогах, алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, добрый вечер, еще раз. Да. В внутреннем кат от Кропус-Титя в сторону свободы уже минут 40. Еле плетемся, чего даже не показалось. Спасибо. И с той стороны тоже к Ленинградке трудно побегать? Нет, с той стороны вот свободно. Нет, нет, а потом от Дмитровки до Ленинградки нам говорили, что тоже там... А, ну там, да, может, Ленинградка все держит. Да, может, может быть, держит Ленинградка. Там в 4 ряда фуры встанут и пытаются проникнуть в этот отросток. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Алло, здравствуйте. Алло, утро, доброе. Здравствуйте. Олег, как вы? Движение отличное. Выехал из Гудова по внутреннему МКАДа. До Строгино доехал минут за 30. Так вы уже на уровне Строгина. И там уже потом от свободы дальше Кирдык полностью. Ну, может быть, да. Да, да, да. До Строгина полетели. Да, вот сейчас звонил, нам говорил слушатель, что 40 минут стоит. Так, еще. 7-8-8-10-7-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Александр. Да, Александр, как? На внешнем кат, где-то с середины между Осташковой и Алтушкой начинается пробка. Хотел попасть на Дмитровку, посмотрел по Яндексу и плюнул, поехал по Алтушке. Да, слушайте, и после Дмитровки нам звонила слушательница, говорит, тоже Кирдык там. Вот поэтому благодаря вам и не поехал. Нет езды, нет езды, спасибо. Да, вот так. 9 часов 57 минут. Подъем. 10 часов 4 минуты, пятница, 18 февраля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Анастасия Аножко. Настя, в свыло только что, расскажи. Минздрав РФ оживляет вакцину против полиомиелита, родители против. То есть живыми, в живыми. Опять начинают живыми, да, колось, видимо, прививать живой полиомиелит. Миелит, живой полиомиелит. Просто если ребенок вдруг ослаблен, то это может вызвать тяжелую реакцию. У него полиомиелит. Или даже вакцино-ассоциированный полиомиелит. А есть с убитым вирусом вакцины французские, они просто стоят дорого. И с прошлого года стали всех прививать убитой вакциной. Дороголастенько вышла? А вышла, видимо, как-то дороголастая, и теперь обратно взад, как вы говорите, вертай. Вертай взад. Теперь опять живой. На совести родителей. На самом деле ничего страшного. Везите просто вне педиатрии и за деньги прививайте полиомиелит, который вы хотите. Французские, да? Да. Но ты понимаешь, что это неправильно? Но ты понимаешь, что это неправильно? Это неправильно, но это решение. Ты понимаешь, что ты опять имущественное неравенство делаешь? Они могут две с половиной тысячи заплатить. Конечно, конечно. Ты делаешь фактором имущественное состояние, фактором, влияющим на здоровье. Вы знаете, тысяча рублей при всем уважении к, может быть, людям, у которых нет денег и так далее. Сразу не права и все. За здоровье. Не права и все. Не права и все. Потому что это, конечно, дело нации в известной степени, а не только родителей. То есть ты говоришь, так ты говоришь, так ты говоришь, у нас ничего нет, а мы все поодиночке. Нет, мамочка, так не должно быть, это неправильно. Хорошо, я посмотрел Настю Мишарину, дочку губернатора, а ей будет в июле нынешнем 30 уже годовщиков. Так что опоздал Навальный. Пожила уже, девушка. Пожила, 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 конечно. Может, у нее денег в долг? Дочка Мишарина, Настенька, она в 18 лет сделалась, но это Навальный открыл чуточку поздно. То есть Навальный открыл это через 12 лет после того, как она блистать начала в бизнесе. Самому Навальному сколько было, когда она начинала блистать? Он, наверное, в поте лица там в фирмочке в какой-нибудь с админом сидел. Наверное, да, да, да. Нет, Навальный обнаружил злодейство Насти Мишариной через 12 лет после того, как она, собственно, воспарила, воспарила. Она воспарила в бизнесе, а он только через 12 лет это обнаружил. А она уже пожила, пожила, пожила. И 30-ник уже в июле. Навальный, оставь, все, которые перевалили за 30, могут свободно разбойничать, что хочешь делать. Нормально. Все, значит, давайте вернемся все-таки к Батулину. Ей же перевалило за 30, ну или нет, я не помню. Смотрите, значит, вчера у нее перевалило за 13, там что-то такое, около 500 миллионов долларов нашли. Надо сказать, цифра сокращается неумолимо. Вы теперь все 12,5 фигурируете. 12,76, если позволите. 12 миллиардов 760 миллионов. Да, вы всегда точны. У Елены Батуриной, и к ней домой пошли, ну все это как положено, значит, зная, что ее нет, именно и пошли. У Елены, потом к ней в офис пошли всяко, ходили вчера. Это мы вас арестовывать пришли. Ухали. Это мы вас арестовывать пришли. Слушай, значит, нашли у нее деньги, которые не пропали. Да. Деньги, которые, насколько я понимаю, может быть, я не очень хорошо вчитался, но, насколько я понимаю, это деньги, которые московское правительство выделило Банку Москвы таким образом, чтобы Банк Москвы выделил их структурам Батулины. Маточное молочко выделяют, и потом Пчелка, в конце концов, припадает и узнает свою матку, кстати. Вы знаете, по молочку, если она перестанет. Значит, Юрий Михайлович оказался маткой. Я думаю, сама же Батурина от имени правительства. Мне кажется, Юрий Михайлович, он в последнее время уже был совершеннейшим шутом. В хорошем смысле. Вот. То есть она, видимо, там распорядилась каким-то образом, чтобы московское правительство выделило ей 500 миллионов долларов. Московское правительство так и поступило. Оно выделило Банку Москвы. Банк Москвы в обеспечении, фиг знает, выдал какой-то корпорации, которая, фиг знает, деньги потеряла. И теперь оказалось, что они на личных счетах Елены Батуриной. И значит, все в порядке. Никто не пропал. Вот именно. Ни копейки не пропало. А знаешь, зачем она взяла? Зачем? Потому что у нас целее будет. Вот я бы так же сделал. Ты пойми, пока деньги в правительстве Москвы, там может случиться с ними что хочешь. Или в каком-нибудь банке. Я тебе хочу сказать, ты сейчас не шути. Потому что, смотри, в правительстве Москвы 500 миллионов долларов. Да. Ты подумай на минуточку, какие люди окружают эти 500 миллионов долларов. Этим людям ты бы не дала 20 копеек. Ты понимаешь? Какие? Как мухи на варенье. Везде норовят. Ты бы этим людям, Настенька, глядя им в глаза. Ты видела людей из правительства Москвы? По телевизору и на фотографии. Ты дала бы им 20 копеек, дорогая? Нет. Нет, ты не дала бы им и 20 копеек. Так же рассуждала, я полагаю, и Елена Батурина. Она говорила, как можно, чтобы вот эти падальщики, вот эти стервятники, и абсолютно негодяи, и рожи хамские, ходили бы вокруг 500 миллионов. Если я их возьму, оно ж целее будет. Понимаешь? И сохранила ни копейки, не потеряла. А? Да. И сейчас это изымает, видимо, следствие. Я надеюсь, приумножила хотя бы немножко. Нет, не приумножила, нет. На счет был беспроцентный. Нет, она просто сохранила все до копейки. А правительство Москвы все бы притырило бы. Вот она, Леночка-то, молодец какая. И что теперь? Теперь все это пойдет к Удрину, я думаю. Ну, в Ньюфин. Его широкий карман. В Ньюфин. В Стабфон, да. Ну, вот все это, да. То есть из-за Елены Батуриной теперь харчеваться будем два года, горе не знать. Что она прибрала и сохранила. Согласись, это мужественный патриотический поступок. Из-под нос у фашистского неприятеля, оккупанта и сволочи. И то есть, простите, наоборот. У правительства Москвы из-под носа увезти 500 лямов в долларах. Спрятать, заховать, чтобы сейчас, вот на модернизацию, чтобы это все это, учителям и врачам, на модернизацию. Понимаешь? Врачам, да. Молодец она. Теперь давай обсудим. Почему к ней все. Давай возвращаемся теперь к ситуации и обсуждаем. Лужков опасен или нет? Вот я хочу задать вопрос на голосование. Почему за ним ходят? Он опасен сегодня или нет? Вот вопрос. Правда. Это вопрос, который я хочу поставить на голосование. Ходят за Лужковым, ходят за Интека, как, возможно, его материальной базой грядущего какого-то, каких-то поступков, да? Лужков по-прежнему опасен, по ощущениям, вам кажется, для власти или нет? Да, опасен. 916-5581. Нет, все, зверя клыки уже выдрали, и ничем он не опасен, и это просто, так сказать, уже пинают в спину. 916-5582. Если вы считаете, что Лужков все еще опасен, и тогда, с точки зрения абсолютно шахматной, с точки зрения абсолютно отстраненной, Лужкову пытаются вырвать клыки, потому что он опасен. 916-5581. Лужкову пытаются уже не вырвать клыки, а просто дать по заднице на прощание. 916-5582. Вот чего здесь больше? Какой эмоции здесь больше? Поход за деньгами Батуриной, который она прибрала по-честному, там, через ступенечки-ступенечки от правительства Москвы, денежки попали на личные счета Батурины, 500 миллионов долларов. Так вот, их прибрали теперь. Так вот, скажите, пожалуйста, это вырывают клыки все еще опасному Лужкову, 916-5581, или это дают пинка уже совсем не опасному Лужкову, 916-5582? Пока вы голосуете, агент прокуратуры РФ предложила СК МВД решить вопрос о возбуждении в отношении Гаева дела о злоупотреблении полномочиями. Генпрокуратура просит Следственный комитет возбудить уголовное дело против Гаева, бывшего руководителя московского метро. Вернемся через минуту. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. 10 часов 13 минут, я останавливаю это голосование. Вот что получилось у нас по голосованию, 44,9% считают, что Лужков все еще опасен, и когда ходят за деньгами Батуриной, какими бы они ни были, украденными, честными, хорошими, замечательными, прибранными по-честному, украденными по-честному и так далее. Тем не менее, вырывают клыки все еще опасному Лужкову. 44,9%, 55,1% это просто пендаль на прощание. Это пендаль, такой товарищеский пендаль. Юрий Михайлович, прийдите с попкой, может, мы разгонимся и дадим вам пендаль. Вот так вот, как-то по-доброму. Ну, они же все товарищи, все друзья. Все друзья, реально. Юрий Михайлович, старый товарищ, проверенный, и попка его проверит. В смысле, не пендаль? Ну, простите. Хорошо. Извините, извините. Хорошо. Сорокина перечитали. Я? Да. Нет. Сорокина читал, но я осенью читал уже, я успел забыть. Хорошо, поехали. Значит, говорим об этом. Это вырывают клыки все еще опасному зверю, или это пендаль товарищеский такой, какой-то напутственный, на дорожку как-то. На дорожку дать бы и пендаль. Алло, здравствуйте, я слушаю вас. Евгений Добрый. Да, как вас зовут? Ну, я думаю, что Лужков никакой опасности для власти не представляет. А это просто связано с тем, что Нескорбанк, покупая акции Банка Москвы, сделает таким образом цену. А, потому что это тряхнет и Банк Москвы, и... Ну, в первую очередь, это исходя из всех публикаций и заявлений, это тряхает Банк Москвы, потому что у них там проблемы с необеспеченным кредитом под пустую контору. И конкретно физических лиц, которые руководят. Да, вот, Сергей, посмотрите, для интереса, просто у меня нет возможности в ближайшее время. У меня есть. Насколько упали акции Банка Москвы в результате вот этих... А, сегодня, да? Слушайте, давайте, давайте, знаете, что будет? Сейчас я попрошу позвонить Леву Быстрову просто, и, ну, мы его внезапно... Потому что, Лев, давайте сделаем так. Позвоним сейчас Леву Быстрову, и мы внезапно не станем этого делать, потому что Лев Быстров обидится, скажет, что вы меня заставляете терять лицо. А сейчас мы его тихонечко вкратчиво, и он нам скажет данные. Спасибо большое. Интересно вот вчерашние котировки, на самом деле. Вчера сегодня, вчера сегодня. Да, да, спасибо огромное. Спасибо. Да, действительно интересно. Может быть, и это высоко вероятно, что это корпоративный скандал, и что это там, вот, в общем, против президента Банка Москвы Андрея Бородина, потому что он принимал, наверное, или его близкие, или его команда, принимали решение о том, как распорядиться пятьюстами миллионами. И они распорядились в высшей степени по-хозяйственному, по-нашему, по-куркульски. Они правильно сделали, с деньгами поступили. Что оно у Елены Николаевны Батурины-то сохраннее будет, понимаешь? Ну, понятно. Мало, а то тут у Росфуфырят, это будет лежать. Вот. И они так поступили, и могут их сейчас вот таким образом ронять акции Банка Москвы. Вот и все. Потому что ВТБ в этом заинтересован, ну, и не только ВТБ, как вы знаете, ВТБ действует по... им голос был, ВТБ не само действует, нет. Им голос был, вот и все. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Сергей Москва. Да, Сергей. Я считаю, что Юрий Михайлович, это фигура все-таки знаковая, понимаете? Он 18 лет был в власти, это, можно сказать, не только оставник Ельц, но это продолжатель, кажется. Владимир Владимирович тоже, кажется, в курсе. И я так считаю, что возврат Путина на первое, как говорится, на предвестал. Повлечу за собой, что Юрий Михайлович, может, не в такой степени, но все-таки будет иметь какое-то значение. Ой, вы полагаете, что Путин заинтересован в возвращении Лужкова? А вытащите его как козырь? А вы не думаете о таком параметре, как долгая-долгая память Владимира Владимировича? А Владимир Владимирович, вы думаете, окончательно простил 99-й год? Нет. Ну, сложно сказать. Если бы он не простил, он давно бы его убрал бы. Нет. Вот нет. Вот нет. Потому что он все время взвешивал да и нет, да? Но он убрал всех, понимаете? И он не разрешил... Вы помните, как Гусинский подползал несколько лет назад, пытаясь вернуться? Ну, это да. Но не надо сравнивать фигуру Гусинского и Юрия Михайловича Лужкова. В 99-м? Я согласен, масштаб разный, все разное. Но оттенок в 99-м году был один у них. Ну, понимаете, тогда, получается, слишком долго он думал 11 лет, чтобы убрать его. Я не думаю, что он захочет его вернуть. Я не думаю, что он захочет его вернуть. Потому что они всегда боялись убирать его, имея в виду, что миллионы москвичей выйдут на улицы. Вот я вам говорю ответственно... Не выявите, никто же не вышел. Я вам ответственно говорю, что в 99-м году, в декабре, была готова, и в ноябре уже была готова, папка документов, в которой были собраны основания для отстранения Юрия Михайловича вообще, снятия его, когда он баллотировался на мэра. Была готова папка с документами. Но! Было сказано, что если, не дай бог, это сделать, то миллионы москвичей выйдут на улицы. Это ровно не так, но это всегда был некий фантомный страх такой, какая-то боль какая-то. Ну да, но это было в те годы, понимаете? Не было? Нет. И в 99-м году нифига бы никто не вышел. Да и сейчас никто не вышел. И в 99-м бы никто не вышел. Никогда бы никто не вышел. Поэтому власти, что хочет, то и делает. Ну так вот, в том-то и дело. Понимаете, поэтому они его не вернут, все. Они его держали только из-за страха. Только из-за страха. И потому, что старик в общем егозил-егозил всюду и в общем как-то разруливал вопросы между всеми кланами. Ну да. Старик егозил, свое брал, чужое не трогал, своим делился. Делился. По-честному. Понимаешь? Да. То есть старик умел смахнуть крошки со стола как-то и так сказать. Понимаешь? Да. Ну в этом смысле поэтому. Хорошо. Еще, еще. Значит, мы проголосовали и 44,9% считают, что сейчас, когда идут за империей Лужкова, империя Лужкова, например, Энтека, да, то вырывают клыки все еще опасному Лужкову. 44,9%. 55,1% полагают, что это просто дружеский пендель на прощание, Лужков больше не опасен. У него нет клыков, он не опасен, и это абсолютно дружеский пендель на прощание. 7,8,8,1,7,0, ваша позиция, характеризуйте ее, пожалуйста, и обосновывайте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, как вас зовут? Марина. Да, Марина. Да, у меня такая версия. Я надеюсь, вы посмотрели в интернете этот ролик, где Михаил Ефремов читает стихи Дмитрия Быкова. Вот это вот последнее? Я видела, но не посмотрела. Я видела ссылку. Если б не русская Батурина, где бы сейчас был Лужков? Возможно, наши власти внущие руководствуются именно такой логикой. То есть клыки Лужкова по существу это Батурина? Да. Да, да, да. Вы преувеличиваете роль русской женщины, но, может быть, вы имеете к этому... Ну, я с юмором говорю. Нет, я абсолютно согласен с вами вдобавок. Абсолютно согласен. Да, да, 7,8,8,1,7,0. Может быть, именно Батурина и есть клыки Лужкова, и их-то и пытаются вырвать. Вот так полагает Марина. Алло, здравствуйте, я слушаю вас. Доброе утро, это Виктор Москва. Я считаю, что это не первое, не последнее желание отщипнуть уже от Батурины, потому что моя империя большая, я думаю, сейчас передел по-любому пойдет, да? Ну, а какая большая? Ну, а пинок там можно поставить, Лужкову и клыки немножко подправить. Подождите, ну, а что, что, какая большая? Вот давайте подумаем. Если Интека, то, по слухам, за нее хотели дать... Значит, она оценивалась Интека, как вы помните, при власти, Юрий Михайлович. В 2 миллиарда без власти Юрия Михайловича она оценивалась в 500 миллионов сначала, а затем сейчас последние данные в 300 миллионов долларов. То есть, собственно, кресло Юрия Михайловича, кресло Юрия Михайловича, одной только компании его супруги давало 1,7 миллиарда долларов. Значит, вот 300 миллионов теперь она стоит якобы. Это небольшая империя, ну честно. Ну, на самом деле, я не думаю, что она 300 стоит. Можно уменьшить, как и любой бизнес, который хотят наши власти свой актив приобщить. Они могут уменьшить вот такими действиями. Конечно, сделать ее 150, да? Сделать 150. На самом деле, компания гораздо больше стоит. И активы есть, и недвижимость есть. Ну, что этим разбрасывается? А, то есть, вы считаете, что она все равно не 300, она дороже, и вот такими ее как бы гасят, чуть-чуть понижая котировку? Ну, возьмите Чичеваткин, разве его бизнес столько стоил? Ну, смотри же, а не его опустить до, там, не знаю, 5 миллионов. Ну, конечно, кризис был, подождите. Там был кризис, там был добрый. Я считаю так. А то, что о возврате, ну, не может быть и речи. Ну, уже достаточно, нарулился, и старенький мужик уже, и, собственно, воровался, и с таким компроматом ушел отсюда. Я не думаю, кто-то... Понятно, понятно, понятно. Может быть, гасят Лентека, чтобы ее купить. Спасибо большое за ваше предположение. Вот что, мы пока... Я сейчас разберусь с этим. Я сейчас разберусь за минуту рекламы, я разберусь, мы переходим к обзору печати, я разберусь с котировками Банка Москвы, ладно? Подъем. Обзор печати. А, ну, да, обзор печати, 10.24. Слушайте, Настя, Настя, быстро скажу. Значит, мы проверили Банк Москвы. Скандал и слухи о продаже действуют противоречиво, как сказал нам Лев Быстров. Сами слухи о продаже толкают акции вверх. Кстати говоря, руководство Банка Москвы настолько сильное, что оно могло бы скупать акции, тоже толкая их вверх. И если в начале недели они стоили 1225 на МВБ рублей, то 17 февраля они уже стоили 1232. То есть они в любом случае растут и не падают, и даже несмотря на скандал. Даже несмотря на скандал. Скандал должен быть намного громче. То есть надо как-то там, может быть, кого-то поарестовывать. Ну, никто всерьез не озабочен. То есть, условно говоря, новость о покупке Банка Москвы сильнее, чем новость о скандале. Пока. Пока. Давайте из мира искусств вам начну новости рассказывать. Во-первых, газете Труд надо отдать должное. Она написала о том, что арт-группа «Война», выдвинутая на сыскание премии «Инновации», заявила, что не собирается получать награду в случае победы и отказалась вовсе от номинации. То есть не хочет, чтобы ее там представляли. А надо сказать, что «Инновация» — это, в общем, в общем, государственная практически премия, и вот их хотели номинировать. Это одна новость. А другая новость из мира искусства уже новое известие нам поставляет просто по поводу современного искусства. Произведение искусства выбросили на свалку. Рабочие выбросили на свалку произведение современного искусства в виде кактуса, сделанного из стекловолокна, приняв его просто за мусор. Ну, дворники. Помните, однажды на Венецианской Бенале, я помню, давным-давно, несколько лет назад, дворники конструкцию с коробок собрали, тоже думали, что просто это коробки, их надо убрать. А это была какая-то инсталляция. Вот тут же аналогичное произошло в Нью-Мексико, Сергей. А еще из мира искусства тоже новое известие рассказывает, что в одной из московских школ номер 109, 109-109, сделали акцию, Центр современного искусства взяли в рекреациях, развесили произведение искусства, ну, картины, 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 положили гнездо в зал, куда можно забраться с яйцом, куда дети могут забраться, почувствовать себя птенчиками. Ну, и все это инсталляция. Три или четыре в диаметре. Да, 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 очень... Такое гнездо, они ложатся туда и смотрят на картины. В целом, школьники и преподаватели, пишут новое известие, восприняли эксперимент с интересом, однако не до конца поняли такой креатив. Знаешь, это на самом деле инспирировано в джакузи. То есть это дети забираются в гнездо, это, конечно, лучше было, нет, конечно, это похоже, во-первых. Во-вторых, было бы правильнее, если бы дети всем классом забирались в джакузи, и смотрели... Смотрели... Вызгаться, хохотать, очень интересно. Смотрели, конечно, конечно. Да. Значит, что у нас еще? Ну, конечно, наш президент встретился в Ватикане с, надо сказать, с Бенедиктом XVI, с Папой Римским, и некоторые накануне источники сообщали, что встретиться с главой государства Ватикан, вот так формулировали некоторые. Не говорят папа. Не интерфакс, да, не папа, не как глава... Он говорит, нам не папа никакой, давайте быть глава государства. Они встречались, говорят, жена Дмитрия Медведева была в платочке, в общем, много всяких подробностей сегодня в прессе по этому поводу. У Березовского нашли якобы две яхты на 20 миллионов долларов, и их изъяли, а он говорит, это не его, а прокуратура все равно с французскими, значит, полиционерами, или как они там называются, как во Франции эти... Полицейские. Полицейские, да. Вот они изъяли, и все. Значит, смотрите, это... Что-нибудь в поле. Да, в этом... В ведомостях сегодня об этом рассказывается. Ага. Это носитель, Протон-М, бесславный совершенно, с тремя спутниками... По новой, что ли? Да нет, 5 декабря, я сказала. Ну, правильно, их уронила в Тихий-Океан. И уронил в Тихий-Океан. Ну, вот теперь прокуратура требует уголов... Главное уголовное дело против Роскосмоса, генпрокуратура теперь требует... С целью найти Тихий-Океан, мне кажется, результатом будет найден Тихий-Океан. У них есть подозрение, что, может быть, ничего не было, я не знаю. А, вообще ничего не выстреливали. Ну, не знаю. Ну, что-то выстрелили, но там, глядишь... Потом, значит, конечно же, про старые лифты надо рассказать. О том, что в Москве, если какой-то лифт уже вышел, переработал все сроки своей работы, ему продлят время эксплуатации. Вот так теперь у нас борются с обвешанием этого фонда. Бензину велели дешеветь быстрее, цены на топливо снижаются в два раза медленнее, чем планировалось, доложил премьер-министру Путину глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Он недоволен темпами снижения цен, хотя все с радостью аэропортуют. У нас все газеты отмечают, там, кто-то где-то что-то на рубль снизилось, на BP, где-то даже на полтора. Но это еще не то, не совсем то, о чем, так сказать, мечтал и с Артемьевым. Все еще недоволен он, поэтому мы продолжаем следить вместе с ним внимательно. Мы не верим в его успех, потому что, я сейчас объясню, нефтяники от денег, завышенных цен, получают бабло в себе, а Артемьев от того, что снимает, бабла не получает. Поэтому, мне кажется, будет упорнее тот, кто идет к светлому идеалу, к граду на холме. А град на холме, как ты знаешь, он... Выше 100 долларов за баррель? Конечно, конечно. Граду на холме как раз идет Олег Перов, Фридман и так далее, а Артемьев им просто мешает. День часов 30 минут. Новости, наверное, сэн. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На Русской службе новостей. 10 часов 33 минуты. Мы продолжаем в эту пятницу, 18 февраля, с Анастасией Аножко. Настя, что-то вот это... А, экстремистских каких-то людей задержали. Да, милиция работает. Опять Кудрин, почему-то опять Кудрин. Много-много Кудрина, которые опять говорят, что прямые иностранные инвестиции в РФ упали в полтора раза. Вот-вот-вот, очень много. А, я хотела вот про вот эту вот инсталляцию в школе 109. Нет, там просто я еще оботографировала. А, где-где-где-где джакузи? То есть не джакузи, а гнездо ставили. Где гнездо, где картина, там еще инсталляция есть. Инсталляция охранник, сидящий на будке собачьей. И собака... Скажи, пожалуйста, а собака живая или мертвая? Ну, конечно же, мертвая. Мертвая. То есть это чучело собаки? Ну, естественно. Но так же, как и чучело охранника, собственно. Чучело охранника. А почему у охранника со всех сторон торчат ботинки? Можешь объяснить? Ботинки торчат со всех сторон. Вижу, да. Это охранник. Охранник с собакой. Все мертвые. В смысле, это все чучело. Но скажи, пожалуйста, ты думаешь, живого охранника сдирали кожу? Нет, это пластмассовый охранник. Да, я даже думаю, может быть, и не пластмассовый. Все, ничего особенного, зачем школьницы рядом с ним сидят? Ну, старшеклассникам очень понравилась эта инсталляция. Просто хотелось сказать, что образ охранника, конечно же, очень еще пока недооценен в изобразительном искусстве. Вообще нет, вообще. Потому что, увидев вот эту фотографию, я понимаю, что... Я тебе хочу сказать, как род деятельности, потому что вообще, как род деятельности, образ охранника, это в известной степени символ эпохи. Это в известной... Страш, да, стоит. Это страж. Вот, надо сказать, не охранник, да. Охранник тоже хорошее слово. Лучше стражник. Страж, страж, нет, страж. Страж, понимаешь? Страж. Страж, конечно, страж. И когда идешь, поднимаешься на Уданшань, там ты встречаешь первые, вторые, третьи, четвертые врата. Врата проходишь, прежде чем подняться на Золотой Пик. И там боги работают охранниками, чтобы было понятно, да? Да. То есть ты встречаешь страж первых ворот. И маленькая такая, как бы, ну, место, где ты можешь ему поклоняться. Страж первых ворот, потом страж вторых ворот, страж третьих ворот, страж четвертых ворот. Понятно, да? Да. То есть это боги охраняют врата. Ну и так далее. То есть это очень важно. Знаешь, как бы на иврите, очень смешно, потому что у меня друг, мне расшифровал тайну своей фамилии, страж. Нет, как же. Мендель. Мендель. Это страж, то есть охранник. А Мендельсон, это сын, соответственно, сына охранника, сын стража. Мендельсон, пожалуйста. Поэтому, когда исполняется вальс Мендельсона, мы можем даже просто объявлять. Исполняется вальс в сынах стража, охранника. Да, 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 да. Ну и получается, что известный монах, который сажал горох, тоже, соответственно, у него были охранники. Да, еще есть вариант Мендель, но это больше арабизированный вариант, гласная е на а, когда меняется. Скорее арабская, но полно манделей тоже. Вот. Понимаешь, какая тема? Слушай, дальше. Поехали про Бенедикта, раз мы уже начали про что-то такое иностранное и всякое такое. Бенедикта. Да, да, да. Дмитрий Медведев встретился с Папой Римским, Бенедиктом XVI. Совершил первый. Почему совершил? Ну, а что вы хотели, чтобы что? Какой глагол? А вот какой глагол? А что? Совершил визит, да, ну это стоя же до штам. Нет, совершил, слово совершил в русском языке применяется к подвигу и преступлению. Совершил преступление, совершил подвиг. Ну, а также высокий штиль, может быть, да, совершил визит. Да, совершил визит. Мне кажется, устоявшееся выражение. А нанес, нанес визит еще. Нанес визит. Ну, это совсем как... Гораздо лучше, нет, конечно, лучше. Нанес визит папе Римского. Папа Римский был... Разрешится пробыть. Да, и все, да. Нет, а какой еще глагол, может быть, скажи мне? Совершил. Почему совершил? Ну, если визит, то совершил, а если встретился, то просто... Совершил встречу тогда, и все на свете. Подвиг или нет, я не понимаю? Ну, как сказать, своего рода в православном представлении может быть и подвиг. Хорошо. Во дворе Сан-Дамазо, апостольского... Дамазо. Дамазо. Почему здесь да написано? Скажи на милость. Не я писал. Нет. Это газета твоя, известие, что ли? Ну, что... Позорище. Какая газета? Какая газета? Я не знаю, наверное, известие, да. Ну, вот, Дамазо. А может быть, я что-то не знаю. Ну, хорошо, не знаешь, что ты не знаешь. Теперь слушай. Швейцарские гвардейцы. А-ха-ха! В собрании префекта. Это префекта. Харви... Что это? Майкл Харви, Дмитрий и Светлана Медведевы прошли через анфиладу до залов апостольского дворца. В малом тронном зале президента России встретил Беникс XVI. После обмена рукопожатиями... Не, поменялись рукопожатиями. Пригласил Медведева для беседы в библиотеку, находящуюся в частных покоях папы. Ну, так сказать, это типично, да? То есть, это описано многократно. Ну, вот. Беседа продолжалась около часа. После нее понтифику представили супругу. А, супруга наверняка культурная программа. Это музей, что-нибудь такое, да? Вот. Значит, потом православная энциклопедия была преподнесена Бенедикту XVI. Бенедикт XVI тоже спросил, живет ли Дмитрий Анатольевич в Кремле. Потому что ему Кремль очень понравился. Он говорит, Кремль у вас просто чудо. Говорит, вы там живете? Вот. Я бы не удержалась, пошутила. А Дмитрий Анатольевич что, нет? Дмитрий Анатольевич не стал. Иронизировать. Нет, не стал иронизировать. Но, кстати говоря, я бы не иронизировал. Я бы жил в Кремле. Конечно. И это очень правильно. На работе спать, конечно, естественно. Нет, в общем, на работе-то, милочка. И какая-то смешная. Подожди. А что? Ты была в Кремле? Да. Там чертова уйма места. Я внутрь не зашла. Там чертова уйма места. Ну, ты видела, что там много места? Видела. Ну, ты что, спать на работе? Что, там нет места поспать? Ну, работать там же, где живешь, Сергей, это, знаете... Не надо работать, как живешь. Иди пешком, сработай, скажем, в двухстах метрах. Осохом, да. В двухстах метрах живи от кабинета. В двухстах метрах. А что такое? Знаешь, в этом кроется мое одно из главных предложений. Чтобы квартира сановника находилась над офисом где-то и так далее. Чтобы он спускался в кабинет работать. Почему бы? Не строить ему кровать в кабинете, чтобы работал там. Не права, не права, не права, не права. Это не права. Это по-ленински, по-сталински. Значит, надо делать, чтобы верхние покои были, собственно, квартирой сановника, а нижние покои были бы его кабинетом, как и было это прежде. И ничего тут нет странного. Главное, никаких мигалок не надо нифига, понимаешь? Я думаю... Или ты думаешь, они будут в лифте с мигалкой спускаться? Даже там с мигалкой, конечно. В лифте с мигалкой спускаться. В кинзадзе у них будут такие на голове такие обручи, и на них будут по две мигалки. Нет, человек спускается по лестнице совершенно спокойно в, собственно, кабинет. На пороге его ждут лакеи. Чтобы быстрее спуститься. Конечно. Ну, вспомни, как спускается сенатор Аблеухов, например, в Петербурге. Понимаешь? То есть он спускается, шествует по лестнице. Правда, сенатор Аблеухов едет в учреждение. Едет в учреждение. Почему тогда фигурирует бомбист, помнишь, да? Ну вот. Значит, слушай. Давайте, давайте, кто смотрел. Слушайте, я прошу извинения, Сан-Дамазо есть такое. Да-да-да, я проверила. Дамазо. Все правильно. Сан-Дамазо. Дамазо. Все, известие реабилитировано. Назад. Все, давайте поговорим. Вы считаете, что мы должны сближаться или нет? Вот такое вот голосование. Я, знаешь, маркобесы, значит, называешь жесть, конечно. Ну ладно, неважно. Слушайте, значит, мы должны сближаться с Ватиканом и вообще с христианскими всевозможными омерзительными сектами, типа католичества и... Что? Сергей, сейчас нам экспонаты начнут звонить. Мы должны сближаться со всякими омерзительными сектами, типа католичества, знаете, мелкая секта такая, типа, значит, всевозможных там литерантов, кальвинистов и всякой прочей, методистской сволочи. Ну вот, мы должны с ними сближаться. 916-55-81, 916-55, да, 916-55-81, да, 916-55-82 нет, нет. Со всякой католической, кальвинистской, литеранской, методистской сволочью мы не должны сближаться, потому что это, по сути дела, мелкие секты. Богомирские, да. Мелкие секты. Я вчера услышал, одна из наших слушателей позвонила и сказала всюду существенную вещь, по которой мы не можем с ними сблизиться сказать. Да, конечно. Они причащаются одним только телом, а мы и телом, и кровью. Поэтому с этой мразью нам не по дороге. Через минуту вернемся. Подъем. Сергеем Даренко. Найросен. 10.44, мы продолжаем с Анастасией Аножко. Сама поездка по факту Дмитрия Медведева, президента Российской Федерации, к папе Венедикту XVI, есть факт сближения. Сама поездка есть сближение. Понятно, да? Да, конечно. Вот. Это очевидно. Мы признаем его существование и все такое. Мы признаем, что папа существует, несмотря на то, что он возглавляет крошечную богомерзкую секту. Вот он, конечно, существует. Он, кстати говоря... Кафедру Святого Петра, я думаю, он узурпировал просто грязным образом, нет? Его попросили, Сергей. Попросили пока поузурпировать. Ну, пока ты пришел знакомый. И пока поделать вид, что он, типа, там, козырной какой-то, да? Ну, да. А на самом деле, кафедра Святого Петра наша. Ну, соблюститель, да. Наша, наша. В смысле? Кафедра Святого Петра. Раша Федераша, да. Раша Федераша, конечно. Советская, значит, шампунская. Ну, спокойно. Да. Закончить голосование. Значит, секундочку. 37,3 процента. 37,3 процента выступают за сближение с Ватиканом и считают это делом благим, в общем. Да и вообще с остальными богомерзкими сектами, типа, там, все там, протестанты. Надо искать среди христиан некий консенсус. Некий консенсус, объединяющий христиан. Считают 37,3 процента, 62,7, считают, что нам с ними не по пути. 62,7 процента. Настоящие ортодоксы. А? Поздравляем вас всех. Да, 62,7 процента. Я знаю, что основания самые сокрушительные и выглядящие абсолютно логично. Это высокоинтеллектуальные основания. Как-то, например, они причащаются одним только телом, а мы и телом, и кровью. Что можно добавить? Да, Карпов спросил. И что? Это вчера было, да, у Карпова, да. И появилась такая пауза. Нет, Карпову звонит, тёточка, она говорит, вы понимаете, конечно, что мы не можем с ними сблизиться вообще никогда, потому что мы причащаемся и телом, и кровью, а они одним только телом. Карпов был удручён, она говорит, и что? Она говорит, ну... А это не оспорчиво? Высшей степени очевидно. Высшей степени очевидно, что с подобными негодяями разговаривать нечего. Вот и всё. 788-107-0. 788-107-0. Вы выступаете за сближение и диалог, вы выступаете против сближения и диалога. Обоснуйте. Алло, здравствуйте. Добрый день, Сергей меня зовут. Да, Сергей, здравствуйте. Ну, что я вам скажу, нельзя ни в коем случае допускать такое вмешание церквей. Да. Как получится в других странах, придут к власти церкви, в углове будут стоять женщины и... И педики. Другие нетрадиционные сексуальные ориентации. Прямо надо говорить. Давайте прямо скажем. Если мы, допустим, слабинку дадим, церковь возглавят педики. Конечно. Но будут плясать, танцевать. Вместо служения будет пляска, пешно-пение разное. Это более тяжелый рок, а почему вы не запускаете того, что мы их поглотим и, наоборот, обратим? Нет, это не будет такого. Это уже было в Америке, проверено. Все, они там... Не получилось, да? То есть вы считаете, что они при любом столкновении их и нас, они сильнее, они побеждают? Ну, уже, понимаете, церковь настолько уже извращена, что уже нельзя, не знаю, как. Если же еще объединиться, это все, просто мы потеряем вообще веру во что-нибудь. Спасибо. Значит, слушайте, здесь несколько постулатов. При встрече их и нас всегда неумолимо победят они, ввиду того, что они зло. Мы и так уже плохие, и церковь наша уже извращена. Вы думаете, она имела до нас? Но в нас есть зерна хорошего, зерна хорошего в нас есть. Вот что сказал слушатель. А в них есть плевело. Плевело. А в нас есть зерна. Не то, чтобы доброкачественные. Ну, хоть как... Ну, не хорошо зернами не делиться. Ну, хоть как... Ну, хоть как... Нет. Мы можем... Мы могли бы делиться, ежели бы мы были сильные, а мы слабые. Наше дело сохранять. Наше дело хранить. Страж. Мендель. Да. Наше дело хранить. У вас тут поправили, что Мендель на идише, скорее всего. Потому что на иврите как-то по-другому. Я не знаю, не разбираюсь. Я 10 тысяч раз вам говорил. Я не разбираюсь. У меня в Израиле, когда начинают чего-то плести, я все это запоминаю. Извините. За что купил, за то продаю. Я не специалист. Шомер на иврите будет. Шомер? Спасибо большое, хохолок. Я, честно, может быть, Мандель-Мендель... Не знаю. Нет. Нет, конечно, на иврите. Потому что у меня исследователь иврита говорила, эта леди в гостях у поэта Генделева была очень красивая женщина, которая сказала, что Мендель – это страж, а Мандель – это арабизированное тоже слово и так далее. Ну, не путайте меня, пожалуйста. Я в этом не разбираюсь. Так, давайте говорить все-таки о христианских церквях, в чем я намного больше разбираюсь. Понимаете? Давайте. Ну, в смысле, почти тоже не разбираюсь. Алло, здравствуйте. Да. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Андрей. Андрей, попробуйте приглушить радио, пожалуйста, чтобы не сносить... Да, я уже приглушил. Ага, договорились. Да, договорились, да, поехали. Я просто, скажите, хотел по Ленинградске сказать, что там авария большая в районе Меги, поэтому все стоит в области. Вот, и в обе стороны стоит, и в область стоит, и, по-моему, и сюда тоже, нет? Нет, сюда я доехал вот до моста на водный стадион, было, в принципе, ничего, а сейчас в Старе, конечно. Хорошо. Теперь скажите, сближение церквей христианских в связи с визитом президента Российской Федерации к Папе Римскому. Скажите, сближение церквей есть благо или зло? Ну, я думаю, во-первых, вера и церковь немножко все-таки разные вещи. Поэтому, с этой точки зрения, почему не сблизиться со всем? То есть, вы считаете, что церковь – это сугубо учреждение контора? Да, я думаю, что да. А вера сама по себе, а церковь? В отношении с церковью. Да, ну, а, в общем, люди, которые думают иначе, скажут вам, что сам Христос назначил Петра Петром. Как вы помните, он ровно Петром его и назначил, он сказал, назначаю тебя Петром. Ну, назначил. Значит, церковь – дело Божье. Ради Бога. Почему только их так много, если Бог один? Да, спасибо. Ну, ладно, ну, хорошо, вы настолько глубоки, что это категорически исключает даже необходимое… Нет, просто с другой точки зрения, так сказать, упрощение системы, оно ведет к вымиранию. Поэтому, когда их много, и каждому, так сказать, по запросам, эта система, имеется в виду, что человечество в целом, оно вставляет более… Мы, как это сказать, более-более… Многовариантные… Более многовариантные способы погибнуть, да. Слушайте, а скажите, ну вот вы все-таки приветствуете визит Медведева к папе или нет? Приветствую. Да? Да, да. То есть это диалог, это разговор, это признание существования друг друга, это хорошо? Да, конечно, хорошо. И тогда, если бы папа приехал сюда, к президенту Медведеву, например, уже этим летом, и встретился бы здесь с Кириллом, и ходил бы по Свято-Данилову монастырю, и пил бы компоты, там в ресторане, там подают хорошие компоты. Значит, это было бы хорошо и клюквенные морсы. Ну, конечно, хорошо. Я, честно, я просто не очень вылавливаю. Я вам объясню, в чем тревожность. Я вас подвожу к тревожности, потому что есть чувство тревожности у православных, тревожность связана с тем, что православные убеждены, что при любой встрече нас, хороших, с пакостью, мы немедленно обратимся... Ну, так это просто происходит подмена понятий веры и церкви. Собственно, вот и все. Если вера, она есть, то церковь пусть сближается. Да, но ритуал, ритуал не может сблизиться, потому что там есть абсолютно сущностные различия. Различия, например, они причащаются одним только телом Христовым. Можете себе представить столь кощунственный подход к причастию? Я, честно говоря, не очень на это обращаюсь. Спасибо, спасибо. Отлично. Невозможно не обратить на это. Теперь там все одно. Нет, ну, послушай. Ну, вот когда тебе говорят, что это и есть сущностное различие, то ты... А, я понимаю, что нужно развернуться, встать и выйти. Развернуться, встать и выйти. А как дальше разговор продолжать? А ты понимаешь, что ты можешь однажды выйти куда-нибудь в Тасманию, потому что не останется места, куда выйти? Мамочка, в этом вопрос, Настенька. Значит, не останется места, куда выйти. Все, звоним на электронную площадку, звоним. Не останется места, куда выйти. Всюду будет оно. Тебе некуда будет выйти, мать. Я думала, сейчас, конечно, что она ложка всюду будет. Оно будет всюду. Это будет всюду. Тебе захочется выйти. Только выйти будет некуда, ясно? Подъем Андрей Черногоров Единая электронная торговая площадка Это деньги государства Заказы государственных органов Где может участвовать и малый И средний бизнес, ну там и крупный тоже Андрей, здравствуйте Доброе утро Что есть интересного, что есть замечательного И каков ваш индекс, я знаю, вы очень дорожите Этими сведениями Ну индекс к концу недели стабилизировался На уровне 267 пунктов Из интересного Из интересного, значит Большое количество аукционов Более 47 лотов по ремонту подъездах И 46 лотов по благоустройству дворовых территорий Разместили различные ГУИСы районов Москвы Сколько денег там, примерно? В них можно принять участие, потому что работы Совершенно такие общедоступные А сколько вот каждый лот примерно? Средняя стоимость лота 1,5-2 миллиона рублей Можно заработать 1,5-2 миллиона рублей Множество таких объявлений Разместили всевозможные ГУИСы города Москвы Пожалуйста Еще интересно, вот Роспечатель закупает услуги По организации российской экспозиции На Парижском книжном салоне на 3 миллиона рублей Какая интересная Госпелерадиофонд, видеокассеты и CD-диски На 2,5 миллиона рублей закупает МВД, колбасу на 1,7 миллиона Комитет общественных связей Москвы Подарочные продуктовые наборы На 8,6 миллионов рублей Упс Вот это да Всего сейчас на торгах 3822 аукциона Все, единая электронная площадка Простите, единая электронная торговая площадка Зайдите и полюбуйтесь Это правда дико интересно Есть очень доступные способы заработать 2-3 миллиончика, если кому надо Андрей, спасибо вам большое Андрей Черногоров, зам генерального директора Единой электронной торговой площадки 10.55 движение Подъем Русская служба новостей В движении 7,8,8,107,0 В движении, где едете, что видите Только помните, что в Химках Авария в область, в область Поэтому там очень плохо Алла, здравствуйте Добрый день, Виктор Затруднено движение около Новодевичьего монастыря Это сам Сергей Когда они там этот пантеон закроют, а? Ой, я не знаю Надоело это все, эта самодеятельность Если положено, то в Новосибирь, где родился Там пусть и хоронят Правильно? Надоело Может быть, все-таки я зороастрийские обычаи бы взвел Мне кажется, надо прямо на кремлевскую стену выкладывать тела А птицы вознесут их на небеса Вы знаете, в чем зороастрийство, да, Настенька? Да, конечно Ну вот, птицы, чтобы вознесли их на небеса Это место экономится ужасно много Голуби отходят Голуби не расклевывают трупы, здрасте Придется специальных стерлятников ввести Зороастрийцы это предполагают Алло, здравствуйте, слушаю А вороны могут, вороны Да, здравствуйте Алло, добрый день Здрасте, где вы едете? Еду по проспекту Андропова в центр Все стоит Вот уже 30 минут проехал, наверное, метров 300 Видите аварии, видите что-нибудь? Нет, все, вот насколько глаз хватает Все стоит намертво Андропова стоит намертво Спасибо, хорошего дня вам Спасибо за сообщение 10 часов 57 минут Анастасия Аножко провела этот выпуск Блистательная, молодец, ура Спасибо, Сергей Дарькова Пятница сегодня, знаешь, что пятница? Завтра не переходи Очень жаль Она и в субботу приходит на работу Бедная в 6 утра и так далее Оглядывайся Светлана, да-да-да Светлана Матвеева расскажет вам о спорте А я пойду и проживу ее, эту пятницу 18 февраль